мы зашли в некую локацию пепельно-огненную встречаемся с неким блэдоном марком это архонт теней надо подсказывает голым по поводу приложений уведомлений и прочего есть там нет галка вроде есть понятно то есть этот квест появляется после того как вы получая послание от тун она кажется до архонтом прежде чем пойти на суд можете поддержать над над огнем и прочитать что в этом послании зашифровано другое послание вот приглашающие вас вот навстречу на переговоры в черной тьме появляются цветные линии сгусток теней напоминающий человека приобретает очертания бледен марк архонт теней выходит из своей стихии его голову венчает шевелюра длинных белоснежных волос они спускаются к плечам и там теряют четкость превращаясь в белесный туман единственные яркие пятна на его бенова черной кожи красная раскраска на лице и оранжевые татуировки архонт теней говорит барик я готов к бою к чему угодно он поднимает оружие напряженно прижав руки к телу я вот не уверен что вообще смысл есть как-то с архонтами воевать потому что это вроде люди другого порядка они значительно более могущественные чем чем мы простые там вершители судеб солдаты это как бы вершители судеб мы давно не виделись но я за тобой наблюдал архонт прочищает горло и складывает руки на груди положив ладони на перевязь с ножами на пояс сейчас я немножко во первых я зайду на канал у меня там страница избранного не аля хорошо подумай над своим следующими словами не хотелось бы тебя убивать не ну конечно как как chaotic evil как повелитель огня можно просто достать оружие и решить все раз и навсегда но во первых это архонт я архонтов не встречал что они там умеют что могут он в принципе я думаю в состоянии положить всю пати да и в конце концов убийство это самый простой вариант надо понять вообще его мотивы я получил твое сообщение я видел что ты сделал заняли вознесение ты правильно поступил что сам занялся этим вопросом не могу поверить безрассудство аши эмирата выясняют отношения в то время как над их головами нависает эдикт поставивший под угрозу всех их подчиненных ты правильно сделал что ответил на это ребячество справедливостью непреклонный и кровавый ну в зале вознесения мы просто просто предали не рата голоса ну короче хор здорово завтра 3 комплект заданий за нового будет или тираний о третий комплект завтра выходит он мне есть старкафт может поиграть лично мне кажется что ты сделал правильный выбор зачем идти на поводу желание капризов сомнительных друзей зачем разбазаривать свою силу ради чего-то одобрения союзники это лишь враги с хорошим терпением избавиться от заблуждений избавься от заблуждений и про проложи свой собственный путь юный птиц говорит и не прав если понимать не говорил спутник вызвал что архонды были обычными людьми просто делали много удивительных вещей со время получили мега способность так что ценами кайт на твое будущее я понимаю я не говорю о том что я не могу стать архонтами я говорю что с ними не встречался не могу оценить то есть они стоят выше в том в плане опыта и скилла то есть я не хочу лезть на архонта пока ну как бы не знаю что от них ожидать насколько они могущественны по сравнению с обычными людьми но я не прав что ты посоветуешь сделать дальше почему ты мне помогаешь как я могу доверять тебе продолжить собственный путь что мне интересует ничего из того что ты скажешь как я могу тебе доверять ты говоришь так как будто у тебя есть выбор он пожимает плечами не желая вдаваться в объяснение проложить свой собственный путь если считаешь свою развеселую компанию а если не считать твою развеселую компанию тебя сейчас не слишком то много друзей ты можешь оставаться одиночкой на другие архонты начнут на тебя охоту или же ты можешь принять помощь тени и набраться сил истребить врагов и счастливо прожить еще несколько сотен лет почему ты мне помогаешь может быть скуком старые черты к тому же ты член суда хоть и с сомнительной репутации так что мы с тобой что-то вроде родни что-то вроде и конечно с твоей помощью я собираюсь сделать кое-что что давно хотел сделать а если кое кто-то тебе сказал бы иначе это либо лжец либо человек совсем без амбиций но ему вообще доверия никакого нет у него он сам прямым текстом сказал что как бы друзья это враги с достаточной долей терпения советование спрашивает очень не буду ли не интересует ничего из того что скажешь ты просто наглый кусок дерьма ты в курсе у тебя другие планы хочешь уйти сюда и заняться вязанием тебя прикончат быстрее чем ты успеешь помянуть кайроса если ты действительно хочешь обрести свободу от тунона и всех остальных то тебе надо набраться могущества чтобы архонты не смог не могли раздавить тебя одним пальцем в ярусах есть кое-какие реликвии которые помогут тебе если ты сумеешь их заполучить новая локация вход в горячую библиотеку горячий библиотеке хранится ценное сокровище безмолвный архив книга чьим известно не все но то что они знают должно храниться в архиве добавь его ты узнаешь об эдикте огня хитро уме можно блеснуть на 47 предлагаешь мне забрать книгу запретными знаниями и думаешь я не раскушу твою хитрость не могу винить тебя за подозрительность это качество необходимо чтобы остаться в живых да я предложил тебе присвоить древнюю реликвию но не говорил что ты хвастался этим тунону а если бы мне нужно было подложить какую-то улику я бы нашел способ попроще и дикт огня мне нравится я как повелитель огня с удовольствием насколько я понимаю это безмолвный архив какая-то книга или свиток вероятно я не видел его своими глазами лишь слышал благоговейные рассказы он может оказаться и поющим камнем и волшебным пером но насколько я знаю книгачеев скорее всего эта книга и не думаю что ты просто зайдешь библиотеку подойдешь к архиву и заберешь его если бы это было так просто то кто-то уже давно бы это сделал книгачей любят все усложнять говорят архив спрятан за барьером из волшебной энергии через который может пройти только тот у кого есть пароль не знаю как у тебя но у меня в запасе паролей нет у меня масса паролей к счастью для тебя книгачей бывают настолько же тупыми насколько они бывают раздражающими предположительно они разместили части пароля в разных частях библиотеки если ты сможешь найти все эти части то сможешь с их помощью пройти преграду к несчастью для тебя я не имею ни малейшего представления где они находятся поэтому надеюсь ты любишь копаться в саже и кучах подгоревшего подгоревшего пергамента потому что скоро тебе придется этим заняться привет топли пароль король да согласен а что потом если не поджаришь что-то встретимся здесь снова и обсудим что делать дальше постой есть вопросы да не тяни о может и знаниями какими-то поделишься что тебе даст завершение дикта огня ничего разве что я буду знать что можно ли доверять тебе трудную работу темнит явно темни если конечно именно в этом тебе хочется в это тебе хочется верить короче ладно не будем мучить его расспросами и наверное я пойду сразу в эту библиотеку задание провалено голос голос кайроса ой это видимо был выбор а понятно то есть мы могли на суд прийти а могли по линии огня пойти ну я сделал свой выбор это моя стихия и посмотрим что у нас можно кстати осмотреть обычно таких маленьких локациях нет нет добывают интересные схроны вот пожалуйста его мое неплохо так ярость мы отдаем наши дома держим отражение попадания к парированию танк все равно не пробивают я бы пока что ты подруги скинул привал не можем взять так хорошо и горящая библиотека книгачей веленивает стадель и публично присягнули на верность кайросу на укрылись за стенами своей крепости мы же ее полили до продолжили изучать и переписывать запретные отражая с помощью магии все попытки опальных и алого хора взять стадель который в ответ кайрос провозгласила дикт огня да 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 я в первое прохождение когда мы писали историю первого персонажа сожгли библиотеку пожалев изрядно о том что там могли бы быть оставлены интересные знания оказывается даже затопив библиотеку что-то там можно откопать поехали о по засадам я не увидел кстати в там написано было что-то вожака надо было прочитать сообщение и не стоит расслабляться на что максимальные о вау звера люди что ли смерти стене так это же friendly перед вами возвышается крупное существо из нет смерти стене у нее такая же была и маленький черный нос шумно принюхиваются. Я знаю этот запах. Вонь крови, пота, боя, железа и смерти. Пахнет альфом. О, альфом. Пахнет силой, но мужчиной. Да, у них матриархат еще. Зверолюдка наклоняет голову набок, а ее глаза, горящие любопытством, красны, как свежая кровь. Эти глаза блуждают по вашему телу, становясь все темнее и жарче. Таким взглядом хищник одаривает свою добычу. Она скребет волосатый сосок, ее веретенообразные когтистые пальцы пощелкивают по пересекающему его неровному бледному шраму. Верность увеличивается? Да ладно! Мы ее можем взять с собой? Да ладно! Не забуду, вершитель украл стаю, как альфа, хотя зверолюдка раздробила добыча ребра. Режущую руку грызла зубами. Била быстро, 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 все равно потеряла стаю. Так, решение по завоеванию. Когда хор явил свои права на дикую бродячую стаю зверолюдов, тех самых, которых жестко уничтожал патруль опаленных во время завоевания лазори, вы помогли рекрутам хора напасть на них и бросили вызов вожаку стаи. Бой оказался тяжелым, но хотя ей и уд... Хакси, спасибо тебе за саппорт. Что говоришь? Да. Слоупок. Слоупок. Спасибо за внимание. Спасибо, что осилил все-таки кровь винового, особенно прекрасная. Ой, как вспомнил, какая там графика, какая там музыка, какие там квесты, как Ну, наркоманский, сплотовой. Чего стоит. Бой оказался тяжелым, но хотя ей удалось сбежать, остальные зверолюды остались в армии Кайроса. Так. Опять ты? Разве я не бил тебя раньше? Расслабься. Я сюда пришел не за новой стаей. Искала запах след человека далеко больше пяти ночей через племена и территории людей в землях, ярусах. Охотилась на человека по имени Вершитель, на человека, который начал качал горизонт камень под названием Горный Шпиль. Шатал твой шпиль, да? Что там? Да есть же шва-фа, что-что. А, Хакси говорит, я просто сам прошел, после этого смог досмотреть. Понятно. Охотилась высоко, горячо, низко, холодно, мокро, сухо. Брела далеко, пока не пошла кровь из лап, но человек, пахнущий альфой, всегда скрывался от зверолюдки. Пришлось ползти сквозь тени быстро-быстро-быстро, без отдыха, без охоты, на вкусную добычу. Ее язык облизывает бритвенно-острые светлые клыки, и она довольно рычит. Знание, 47. Твоя метка, должно быть... Твоя, видимо, метка, ты из племени охотников тени. Опа, верность еще увеличивается. Вершитель знает, племя зверолюдки, умный человек, человек, который пахнет альфой, и знает о племени охотники тени, лучшем племени, сгибнувшем племени, смерти из тени. Ее глаза жадно впитываются в вас взглядом волка, увидевшего зайца. Эй, мне конфликт не нужен, я просто разместил объяву, да? Представляться не надо, представляйся как надо, пока я не потерял терпение, заняты, нет времени, ударить по лицу. Может, опять? Она уважает просто, понимаете? У них, у них точно не нужно прогибаться. Опять же, они могут, ну, их четверо, посмотрим, что они стоят. По лицу. Могучие мышцы напрягаются, когда зверолюдка поднимается в полный рост. Она возвышается над вами в восемь с половиной футов дикой грубой силы, чья шкура покрыта светящейся шерстью и шрамами. Сразу вспоминается Сюткин, да? Вот с этим... Эх! Она сплевывает комок слизи и крови вам под ноги. Ну, вот вопрос, как она сейчас реагирует? Да, она поднялась, да, огромная, да, зверь, но... Буду убивать. Нет! Нет! Буду убивать, буду грызть горло, буду бить, рвать, крутить, кромсать! Не тот выбор я сделал. Ой. Паузу не сразу я поставил, к сожалению. И это косяк. Это, ребятушки, косяк. Отключаю и это раз. Это реально косяк. Я оказываюсь сразу же... Хотя защита у них не очень серьезная, в принципе. Значит, зверолюдка Мистик просто зверолюд. Зверолюд и, собственно, она. Наверное, надо начинать с щита на себя. Это раз. Тут, кстати, место, где увеличивается управление магией огнем, плюс 15, поэтому... Так, ну что, может быть, затаунтим? Давай. Или после дефа. Давай попробуем сначала всех затаунтить. Это два. Ой, подруга, тебе вообще назад отойти. Это три. Что есть у тебя? Это вот новый персонаж. Атли ее зовут. Это фуфа, говорят. Не умеешь ты с женщинами обращаться. Так тут ты их не поймешь. То они силу любят, то ли они... Не знаю. Вспомни, как она увеличивала уважение. Как у нее улучшалось отношение к нам. Только после сильных поступков. Как бы... Но это проявление силы она не оценила. Свет могилы. Это раны. Это комбо. Волшебный снаряд слишком слабо. Могильный удар. Вытягивание здоровья тоже пока рано. Я бы попробовал что-нибудь... Что-нибудь... Вытягивание здоровья тоже лесом. Что-нибудь конусообразное, да? Вот, воспламенение, например. Подействует на трех, но на четверых, скорее всего. Поехали. Раз. Ты отступаешь, ты делаешь щит, ты таунтишь. С Богом. Лязг железа. Провокация сработала. Уже хорошо. Сбивание с ног опасно. Блин! Так, танк у нас типа затаунтил, да? Но таунт сработал только на одного. Двое у нас окучены. Атли сбито с ног. Ох! Имеет смысл наверное сделать спектральное размытие танком. На кого? На Бобра. Бобер не успел на себя щит кинуть, скажите. А не успел! Тогда может на Атли. У Бобра тащит уже с везухой. Да, да. Четыре к броне. Ох! Тогда наверное все-таки надо пытаться как-то подсейвить нашу подругу. Атли, ты отступаешь. Возможно хромота. Смотрим кто на кого бежит. Тут бьют Атли. Атли тоже. То есть можно уже стрелять. Вопрос по кому? Мне интересует на самом деле мистик. Потому что защита уклонений у него слабая. Вероятность попадания довольно-таки высокая. 85 процентов. И добрый вечер, лаяр. Привет. Сори, что я иногда чатик не вижу. 15 урона, да, пробивает. Так, этот на танка пошел. Этот пошел на подругу Атли. Все равно не милишные гады. Без движения, сбивания с ног. Сколько? Одна секунда. Расчленение. Тоже все на Атли, короче, лезут. Хорошо, что я на нее начал кастовать уже тему этом. Вставай, бобер. Вставай, родной. Перенацеливаем. Скорее всего, вот так вот делаем. Так, ты прострелила, да? Надо сейчас обязательно сделать... Попало? Да, 26 попало. Критически попадает с доп эффектом. 25 секунд будет гореть. Это очень хорошо. Хотя пишется, что ранений нет. Офигеть, сколько же у них хп, а? Так, давай не будем рисковать. Сразу пропьем что-нибудь хорошее. Сюбид Фокс, спасибо тебе. Да, 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 что? Ну, рассказывай. Здравствуй. Так, луки, кстати, у нас апаются с бонусом. Тут готовимся. Ну, сейчас будет вытягивать жизнь, видимо. А, не, легкое ранение. А почему я тогда стреляю давай тогда по этому продолжай стрелять. Или того лучше. Нет, давай это лучше того замедлим сначала. Встает бобер. Можно, в общем-то, уже... Нет, давай лучше попробуем скастовать действительно ту самую с заморозкой, с огненным уроном бонусным. Давай, ты куда бежишь? На ту же подругу бежишь. Поднимается Атли, я думаю, надо брать уже могильный удар вытягивания здоровьем. По большому количеству людей. Там по выходу из боя получат. Как она получает, а? Парирование 2-2, это все пробивает ее. Это все ее пробивает. Ну давай, ну... О, хорошо! 8-7, 13-13. Это бобер скастовал. Мне бы сюда добавить контроля на самом деле. Или прострелить как-к-к-к-комбо. Например, по одной целе. Смерть с небес хорошо зайдет. Вопрос по кому? Господи, какие они все-таки плотные. Ну вот поэтому расчленение можно... Стоп! Стоп, говорю! Давай делаем комбо по наиболее битому. На нем хромота. Танк подтупливает, но он может... А, вон оно высосалось. Смотрите себе. 7-7, 5-10. Здоровье восстановило. Молодец. Ну хорошо. Тогда работаем. Вы заняты. Ты скастовала. Что ты можешь еще сделать? Призрачная стрела на одного пойдет. Отбрасывающий взрыв, обездвиживание, отталкивание по заклинаниям. Исцеляющий. Это понятно. Электрошок. Заряженный кулак. Это все. Электрошок можно сделать с оглушением. На двоих подействует, по крайней мере. Поехали. Ой, бобра пробивают. По 40, блин, на одному. Ё-моё, хамми, спасибо тебе, конечно. Меня просто тут... Давай пропьем бутылек. Бутылки 71 восстанавливает. Это как раз бонус по лидерству. Эффективность бутыльков возрастает. Электрошок проб... Ну, этих урон, конечно, конский, да. Надо, наверное, потом будет делать следующую комбо-способность. Что это такое? Мистик. 18 урона, земля вызывает к ним, попадает по барику. Барику пофиг. Он больше знать сейчас будет. Можно попробовать... Нет, здоровья апать не будем, просто бьем. А, там вот периодический урон. Жду комбы. Жду комбы. Оглушение, оглушение срабатывает от Атли. Я надеюсь, это от Атли. Пропиваю бутылек. Жду комбы. Ой, как там больно. Так, она скастовала, да? Комбо-способность делать пока смысла нет. Надо определиться с... воспламенение тоже делаем. Делаем воспламенение с надеждой на... Ну, во-первых, смотрите, при появлении нового члена команды вот этой Атли, мы взяли ей сразу увеличение получаемого опыта при использовании навыков элементальных. То есть, надо кастовать свободно заклинания самой разной школы. все, что есть. Молния, огонь, холод. Все, что есть двумя ключевыми магами. Именно таким образом будем получать... фаербольчик, кстати, можно будет сделать после комбы. Я вот не пойму, почему... ждем персонажа повелителя огня. У меня почему-то бобер не... не алло. Он так долго готовит смерть с небес. Может, из-за обездвиживания он не может этого сделать. Давайте не будем терять, пока фаербол закинем, и эта подруга хотя бы... ну, хотя бы что-то полезное сделает. Например, постреляет по цели, у которой меньше все здоровья. Например, по смерти с теней. Но они уже просто стоят реально долго. Так, железная пошлина. Минус тысяча к парированию. То есть, можно в ноль вообще увести. Можно спарировать кого-то из этих упырей, чтобы отвести от Атли. Или дождаться все-таки... дождусь фаербола для начала. Вот, он сразу фаербол кидает. Фаербол хороший. 5, 21, 16. Вот. А теперь, соответственно, мы делаем парирование на кого-то из этих упырей. Просто, чтобы отвести удар от Атли. Можно сейчас точечно-призрачной стрелой по... А, она тоже по двоим работает. Прикольно. Так, подруга, стреляй! Алло! Не то она делает. парирование парирование вроде срабатывает. После этого надо будет концентрировать удар именно на... на товарища с нулем, ну, у которого там защита понизится. да, тут это уже почти гуф. Парирование сраб... Ой, провокация, двойная провокация сработала. Класс! Вот это просто прекрасно. Так, Барик. Барик, можешь лечиться. У нас тут и танки тоже молодцы. У Лантри есть такая же обилка, и они стакаются. А Лантри мне тут некуда, к сожалению, отправлять. Так, ты скастовала? Нет, Бобер скастовал. Так, теперь можно что можно сделать? Можно отрицание боли, хотя вряд ли... Нет, надо что-нибудь ауешное или контролище. Вот вспышка хорошо зайдет. Так, а кто отстрелялся-то, я не пойму? А, ты отстрелялась. Можно сделать, конечно, комбо. Да, давайте проверим свет... Ой, не свет могилы, а вот это вот комбо. Пофиг на то, что там Бобер декастовывает, лучше вот так вот проверим, какой урон наносится, как хиляется. Вот это вот... Ну, как... Это новая комбо-способность. Там практически все уже гуф. Давай, поэтому стреляй. Вот она, готовится. Долго готовится. Может, опять тот же самый баг, что я не могу по каким-то причинам из-за обездвиживания это сделать. Похоже на то. Очень похоже на то. Так что, давай не будем выпендриваться, просто их добьем. Желательно, что-нибудь ауешное все-таки запилить. Давай так. Оглушение, оглушение, отравление. Ладно. Убили одного. Вроде как и второго там тоже попал под раздачу. Так, ты... Ой, что это такое? Свет могилы. А, слушайте, это еще одна комбо, первая. 30% урона возвращается в качестве здоровья в течение 30 секунд. Офигеть. Это просто какая-то халява. Я не буду делать комбо пока. Но это отличная штука. Пробую второго оглушить. Кто отстрелялся, не пойму. А, ты отстрелялась. Сейчас вроде Бобер свободен. Я хочу посмотреть на комбо. Подождите, дайте на комбо. Вот, да, ему нужно подойти просто для того, чтобы комбо делать поближе. Поэтому он и тупил в прошлый раз. Ну, поджигаем лязг железа таун с увеличением защиты, соответственно. Это готовится прыгать. Ну, смотрим. Взмывает воздух. И что-то происходит странное. Взрываются стоп. А, нет, это зверолюдка мистик так нас... Посмотрите, что происходит вообще с компашкой. Я лучше на всякий случай пропью. потому что тут реально опасно. А, нет, нас поднимает воздух. То есть, они не должны сейчас, по сути, нас трогать. Лечение проходит. 11, 11, 11, 11. Все по 22 хита восстановили. И я нахожусь, типа, левитирую, они не достают меня. Далее еще что-то произошло. Кажется, она урон... Да, урон цели наносится 28. и продолжает восстанавливать хп. Обращение в камень пытается сделать. И она... Она пульсирует каждые... Каждые несколько секунд, восстанавливая хп и нанося урон. Ну... там такой рейндж дикий, что... Отходи, не отходи. Все, практически все подлечились наши. Она приземляется. Да, это... это халява какая-то вообще. Такой сейв. Великолепный. Так, достанем как-то его. У тебя же есть заклинания на молнию, которые... Те заклинания на молнию. Но у них тоже такие обилки клевые. Справились. Фух. Но... Да ладно, а как ты... Избитая и окровавленная зверолюдка падает на четвереньки. Она припадает животом к земле и склоняет голову, демонстрируя подчинение. Ты же хотел Сесирин завербовать. Нет, я даже не помню такого имени. Перестраивайся теперь. Спать и дыхать можно после каждого боя. Ограничений по времени нет. Так что можешь чаще использовать комбо. А, понял, да. На чем мы остановились? Вроде как ты собиралась порвать меня, верно? Верность еще увеличивает. Сдаюсь, сдаюсь. Смерть издает совершителю. Зачем ты меня выслеживала? Почему стоишь у меня на пути? Знаю человека с именем Вершитель. Кайрос делает много слов по бумаге. Вершитель вяжет слова с землей и небом, заставляет землю дрожать, заставляет ночь рыдать кровью и огнем. Я просто прочел дикт Кайроса, я лишил сосуд великой магии владыки. Вершитель сказал, и пришла каменная буря. Человеки выли, солнце умерло, вершитель сказал, и камни рвали плоть, как убей когти. Зверолюдка в замешательстве мотает головой из стороны в сторону. Не укладывается у нее в голове. Ну, зверя, что с них взять, они люди. Вершитель мочится в глаза Кайросу, но не умирает. Крадет горизонт камень по имени Шпиль, плюет вархонтов, все равно жив, пахнет магией железом смертью, быстрее, крепче, чем остальные родичи Кайроса. И пожать плечами. Кайрос охотится на человеческие королевства, чтобы они умерли, правит племенем крови и разорения, голода и смерти, хочет убить зверолюда, как добычу, но зверолюдки не добыча, они не как капризные слабоумные человеки. Смерть из тени выхаркивает и сплевывает на землю темную слизь. Зверолюдки свирепые охотники, рожденные драться, убивать, спариваться, как вершитель, который пахнет альфой. Сильный всегда убивает слабого, потом слабеет и убивают его. Это переход жизни, но смерть из тени сейчас не слаба, и не будет слаба еще много сезонов. Буду с вершителем и переживу вот так вот, да, ее можно приджонить. Если хочешь присоединиться ко мне, придется побыть моей бетой. Как как гудгейм. Так, ладно. Смерть из тени не бета, но дальше альфы подчиняются сильнейшим примам. Много стаи создают племя. Разве человеки не понимают? Звралюдка пойдет за вершителем и не попробует подчинять. Если вершитель не начнет пахнуть слабым. Она облизывает верхние клыки, скалит зубы зверейной усмешки. Хорошо, но держи свой нос при себе. Она фыркает и поворачивается к своей стае. Смерть из тени больше не будет защищать каменных щенят. Лежать, убегать, исчезать. Не хочу видеть тени, крадущейся сзади. Раздвоенный шип, новый вожак. Стая колеблется, заставляя смерть из тени испустить низкий угрожающий рык. Смерть из тени не любит чуять каменных дворняк и не любит их видеть. Так, ну что, у нас появилось милейшее создание смерти из тени, седьмой левел. Посмотреть бы, конечно, на нее, но... Стоп, а если я сейчас выкину кого-то из отряда только что познакомиться с этой милахой, я могу без возврата в шпиль ее приджонить назад. О, Феликс, привет. Танка меняем. Ну, кстати, да, танка можно попробовать свичнуть. Хотя бы временно. Ну, барик хорош. У него там такие столько хп. Мне интересно на нее хотя бы посмотреть одним глазком, если что, вернусь. Только шпили. Жаль. Ничего. Блин. Не, я в шпиле на нее и посмотрю. Сейчас у меня другой квест. Вернусь в шпиль. Посмотрю. Есть раны, можно сделать привал, тем более, что мы с вами... Так, ярость еще отдаем. Исцеление. Надо привал сделать. Возвращай лантри, он имеет скилл для стен и библиотеки. Зачем? Мне лантри не очень нравится. Я вот его попытался хоть как-то сравнить с стойком из пиларсов. И становится понятно, что как бы ни в какое сравнение он как саппорт не идет. Потому что лечить базово может любой абсолютно у кого знание 20+. У стой... Опа! Щит. Not bad. Сейчас посмотрим, как там по характеристикам. У стойка, помните, там через левел тебе дают целый набор заклинаний один другого краша. Его заменить было ну просто невозможно. Даже если бы очень захотелось. Конечно, можно играть без сапа. Наверняка в пиларс тоже на высоком и довольно комфортно. но нет. Конечно, не идет. Он просто топмаг в игре. Топмаг Феликс это повелитель огня. Узри и содрогнись. Я только начинающий, конечно, 19-19. Управление иллюзиями молнии и огнем для начала. Ну, я повелитель огня, все дела. Знание 109 для 7-го уровня. Какие у тебя были знания на 7-ом уровне? Я трансляцию не смотрел, но думаю, что меньше. Топмаг. Топмаг у нас повелитель огня. Топмаг. А тут жизнь что-то там мутит. Да ну его. Хорошо, привал делаем. Невозможно. 109 знаний в улан 3-220 знаний будет. Будет ключевое слово в твоем предложении. Будет. Мэй не будет силен. Спойлер он. Не удержался, да? Не удержался. Я вот специально твои стримы не смотрел, чтобы не спойлерить. А ты приходишь и рассказываешь мне. Пусть я буду в своем заблуждении купаться, но по крайней мере не буду разочаровываться раньше времени. спойлер 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 он. Нет, феликс не такой. Я помню, как он мочит всех за спойлеры. Нет, это не феликс. Нет, это как смурфы в чате пишет какой-то. Это фейк. Ребята, это фейк. Не обращайте внимания. Так, что у нас здесь? Смотрим, осматриваемся. Карта не такая, конечно, большая. Я вот не хочу сдыхать просто. Не очень хочу сдыхать. В смысле, это по пассивкам видно, какой спойлер. Я же не магом играл, это логика. Все, в обраточку пошел. Значит, точно не Феликс. Так, стоп. Член Орды. Ой, мы когда-то дружили. Проходивший мимо солдат замечает вас и тут же тычет вашу сторону копьем. Ой. Цензору будет интересно познакомиться с тобой вершитель. Она ждет у входа библиотеку. Ступай. Хорошо. О, это похоже на западню. Я думаю, Барик пойдет на переговоры. Хотя их тут не так много, но это может быть западням. Ничего себе. Здоровье плюс 100%. Ничего себе. Вот это бутыльки пошли. Оп. Оп. Куда ты в этот стэш-то скинул? бас. Другое дело. Давай сразу себе каких-нибудь рыбку съел. Щит хотел проверить, не проверил. Так, восстановление фигня, парирование. парирование у меня и так вымокшено у меня вблизи. А вот уклонение может защитить от длиннобойных атак. Там выносливость. Осадный щит. Уклонение у меня 74. Чтобы выровнять, можно взять и этот щит. маленький куцый. Тихо. Давай ты не будешь раньше времени панику поднимать. Поговори сначала. Нет, сначала полутай, а потом поговорим. Так, это лучше встать сразу же скинуть. Здравствуйте, здравствуйте, что у вас тут? А, хитроумен. Мы не признаем твою власть, вершитель судеб. Это уже настораживает. ой, там народы, там зверолюдка, еще цензор. Как бы меня сюда не... Меня может просто по скрипту сюда наверх перенести, и это будет ахтунг. Слушайте, может здесь мы навыки подтянем после левелапа. Опачки. Поговорим сначала с этими. Уходи. Так, ну, я уйду, как только полутаю ваши никчемные хижины, палаточки. Опасно вот так вот проходить мимо потенциальных врагов, только... Ладно, давай попробуем. Опустите оружие, это вершитель судеб Тунана. Цензор делает быстрый жест в сторону своих солдат, затем останавливается, чтобы смотреть вас. и какое неоднозначное удовольствие видеть тебя в своем лагере. И что дикому псу, дикий пес, сам ты пес. Похоже, она не очень довольна, что вы решили предать своих союзников и пробивать себе путь по ярусам самостоятельно. И что дикому псу нужно в моей библиотеке? Мало было тебе предать своего хозяина и нассать вердосу привет. Шикарные, кстати, стихи от Лич Кинга в теме на форуме. Посмотрите, там на каждую букву алфавита и на вердосе тоже прекрасные четверостишья. Мало было тебе предать своего хозяина и насс... Пардон, еще раз скажу. Нассать на всех, кому ты обязан своим положением. Ты пришел забрать ее? Да? Единственная причина, по которой я приказал своим солдатам проявить сдержанность, это рискованная операция, которую мы проводим в руинах. Нельзя, чтобы возникла какая-то помеха у участников этой маленькой игры и так есть чем себя занять. При этом должна отметить, что я готова без колебаний убить себя в случае необходимости. Так что... Может, расскажешь мне, зачем ты здесь и мы решим, что тебе делать. Атлетика мимо. Она может даже безмолвный архив. Ладно, давайте архив. Она морщит лоб, обдумывает ваши слова. Как ты узнал про... Ну и ладно, безмолвный архив это дело хора и с ним нужно разбираться на наших условиях. Тебе не попасть в горящую библиотеку, пока я здесь. Сейчас у тебя есть возможность идти целым и невредимым. Предлагаю ей воспользоваться. Воспользоваться. А теперь, как бы приятно мне не было в твоей компании, но мне нужно, чтобы все и каждый из находящихся здесь продолжали прочесывать библиотеку. Если окажешь мне любезность и уйдешь, я смогу сосредоточиться на более важных делах. Блин, у меня даже выбора из этих двух пунктов никакой. Я пришел обыскать библиотеку, дай пройти. Это как бы она тебе четко дурак сказала, что ты не пройдешь. А второй вариант атаковать. Извини, что вынужден отказаться от твоего радушного предложения, но я получил все сведения, в которых нуждался. Это капец, это провал. Это просто провал. Нашел еще кого отправлять на переговоры, там возможно кто у нас там по атлетике? Фуга могла бы, но фугу жалко. Давайте попробуем на дурачка. Я пришел обыскать библиотеку, дай пройти, но это будет файт. Это исключено. О, нет, уйти есть! Это исключено, библиотека слишком важна, чтобы пускать внутрь таких, как ты. Мне некогда обсуждать этот вопрос, ты можешь уйти, а если зайдешь дальше в мой лагерь, я найду более рациональный способ с тобой разделаться. Хорошо, я уйду. Так, там нужно было 47 атлетики. Есть ли у кого-то вообще 47 атлетики? Есть 48 атлетики. Можем послать фугу. И попробовать... Ну, короче, надо послать одного. Это факт. Без фугу мы, в принципе, можем в этом узком проходе справиться с нубасами. Главное, чтобы не было этого окружения вокруг. Сейчас попробуем мирно-мирно поговорить. Здравствуйте. Не подскажешь мне, как пройти в библиотеку? Вершитель судеб. Ты остаешься в лагере просто, чтобы меня подразнить, и тебе все-таки что-то нужно. Да как так-то? 47 атлетик, условия не выполнены. сейчас не понял. что? Тогда проходи, сгинь с глаз долой. А... Стоп. Только что меня пропустили? Просто проходил мимо, надо было сказать. Проходи. Или это трудности перевода. Там, например, then leave. Ну, как-то так. Типа уходи. Не проходи, а уходи. Либо... Ну, это... Знаете, как-то проверять не очень хочется. Ты просто проходил мимо. Да. Это баг, говорят. Да ну нафиг, я лучше посражаюсь с ними из выгодной позиции. О, лут! Все нормально с переводом. То есть, можно проходить, да? А если не накинуться сзади? Я же там окажусь в окружении. Короче, хрен с ними. Начинаем мочить козлов. Ратуте. Ты мне не указ. На-ка! Ой, работаем. А где вообще музыка? Музыка стихла? Я не знаю, как так. Вроде... Где музыка? Верни мне музыку. Без музыки тоска. Что я могу? Я могу буквально все. Вообще все. Ну, почти. Давай сбиваем с ног. А ты подругой что-нибудь? Давай месилей в него. Хотя шансы попасть довольно... Ну, там стоят, втыкают. Это нормально. Упала. Подскользнулась случайно. Просто случайно так произошло. Я, повелитель огня, отстреляем так. Ты давай вот так еще оглушение. Ты просто стреляй. Ей кажется, плохо. Зажгли, заморозили, добили. Слушайте, а есть идея, что просто это баг, и если я сохранюсь и перезагружу игру, музыка появится. Но вдруг так. Да, скрытность не вариантом была. Вариантом. Я думаю, что можно было и пройти в скрытности, можно было, наверное, даже просто пройти. Можно было, если не придать в принципе с ними тут в лагере нормально затусить. Может, поторговать, навыки там прокачать какие-то. А можно было, пройдя, например, мимо, на скрытности, особенно спалиться где-нибудь, потому что на скрытности я не ходил. И тогда бы я оказался в ситуации, когда вокруг меня не один человек у входа стоит, а семь человек с разных сторон нападает. Вот тогда было бы интересно. Это тоже присутствует, короче говоря, такая вероятность. И я, пожалуй, учитывая то, что играем мы... Опа. Наручие ордынцев, отражение, меткость. Стоп. Во-первых, восстановление неплохое весьма. Меткость хорошая. Сейчас посмотрим, что по перчаткам у... Ой, это, кажется, хорошие перчатки. Да, меткость шестерочка. А вот нашему главному герою эти перчатки могут зайти. Меткость плюс 4, восстановление плюс 0,5, к сожалению. Но я сейчас посох еще поменял. У него был большой штраф на восстановление. Меткость 4%, она же будет распространяться и на... Да. Давай так. Чуть помедленнее воду бить. Куда же ты пошла, подруга? Вернись, я все прощу. Нет проблем, босс. Зажигаем. Я... Силд, да. А, она горит. Кровотечение еще какое-то непонятное. Горит... А, разгидающий урон еще действует? Это с чего? Я же вроде бутылек 100 лет назад пил. Что она там делает? Сконцентрированный удар. Ну, прыгай сюда, давай. Прыгай, прыгай. Давай, давай. Что это? Два урона? О чем? О чем это? Вообще? Что ты делаешь? Непонятно. Работаем. По подруге. Она горит, машет руками. Возможно, хотела сдаться. Она взорвалась. И продолжает гореть. Не буду кастовать. Общий сбор. Ничего себе она как в жизни восстановила. Вы видели? Не, вы видели? Комбиться разбой. Раз за бой, да? Ладно, ребят, давайте все-таки покастуем немножко. Ну, хотя бы чуть-чуть. Нет, это комбо. Дурак, это комбо. Я путаю еще заклинание у этой подруги. Она вообще состав хорошо навешивает. Не достаю почему-то. Почему-то они не подходят сами. Нифига себе, там барик уже... Так, оглушение сработало. Сейчас из-за таунти ее снижу. Защиты. Ну, они неплохие, кстати, по... По хп, вот это вот восстановление всех жизней, оно... О-о-о-ой... Вроде комбо прошло. руки бьет больно может подлечь им барика сейчас я с одной исправится нормально не могу это уже ни в какие ворота конечно ты не достанешь ты не сомневался в успехе твоем здесь вроде бы достаем она танка пробила вон на взрыв будет отлично так вы его лап я пожалуй привал еще сделаю о она еще взрывается внезапно на 55 просто выясняется что она еще взрывается ну так если кто то а если я это узнал короче фугу что мы делаем фуге точность у нее почти что в капе можно работать уже наверное над уроном луки 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 да над урона надо работать вкачу пока силу здесь у нее к сожалению к сожалению нужно еще в кинуть вратника 1 это будет либо уклонение вместо парирования более либо 10 точности 10 точности и минус штраф в восстановлению при смене оружия мало пригодится но мне нужно что-то здесь брать хотя можем взять бонус к уклонению при ношении брони тогда мы сможем на следующем левеле взять еще уклонение уклонение для ранжевика это очень хорошо с точности у нее конечно да наверное вот такой вариант возьму чтобы мне с рейнджа не пробивали сильным баррик как танк не держит алый хор тип брони не тот понятно очень жаль прям очень так поспали аккуратно проходим лутаем железный ржавый меч и над наверное направо уйти сначала надеюсь там не перебегут здесь вроде как народу то не очень много так баррик агрит сразу же я тут же на баррик аскастую щит ну потому что как бы а как кто-то у нас есть рейнджевик на него фугу перенацеливаем это раз бобер кастует эта подруга пока тупит она в принципе на далекие дистанции пока учитывая рунки мои работает не очень может ей сделать что-нибудь или нужно чуть поближе подойти просто так их там четверо кстати так баррик давай-ка ты на себя сначала еще защиту тоже альтернативную накинешь я взял вместо барика зверя получилось вообще-то пищу видимо да надо было менять по что у барика по физухе а здесь огненного урона крайне много и его как раз пробивает так стоп бобер пришел в себя ему тоже бы подойти потому что здесь уже начнут надо фаерболы кидать на дальних как же он реально не держит удар теперь в принципе электрошоком уже до одного достаем горение ок этот с ближним боем можно хромоту на него кинуть пока есть опция такая и когда он дойдет уже будем делать парирование бобер добежал там ранжевиков 51 ой там пять человек оказывается ой-ой-ой-ой так барик давай-ка ты лечись сразу же друг он сбивает с ног его что мне нужно негативные эффекты пока раны фаерболом закинуть можно в дальних но не достану ее в дальних фаерболом а подходить ближе резона мало да ситуация не очень хорошая может тогда ты барика хильнешь а барик чуть по мне ты не можешь или на баре к потому что ты не очень давай тогда попробуем этого оглушить болену барик реально проблемы давай не будем жалеть бутылек делаем я прямо что мне сам мог подлечиться а стоп давай-ка ты парирование ой смысле провокацию на этих упырей я ты же достаешь ты не видишь только кажись на почему не можем можем так теперь конус не достает комбо не достает ничего не достает только заряженный кулак достает это с вероятностью невероятным отбрасываю давай надо конечно отбрасываем стрела хрень мне нужно продвигаться дальше пацаны 40 процентов господи что что происходит нет комбит раны волшебный снаряд давай ладно 36 а по дальнему дальних то 36 55 беда я не знаю что и можно вообще сделать хорошего исцеляющие касание лесу касание титана тогда пусть звучит добавится так тут хромоту попробуем сделать да стреляем по этому ранджевику там яростные мысли еще так а таун ты сможешь сделать в конце концов по этим вроде он делает ой двойное оглушение сработал вот этот топич так бобер приходит себя час уже можно работать ауешечкой по этим двоим тебе тоже надо включаться уже в процесс вот таким вот образом 34 миша 34 что там 22 а что у них там по это защита по воле или или что это 117 какая там проверка-то идет любопытно у ворота нет и типа это не считается как заклинание дальнего боя и видимо проверка идет по по выносливости что ли нет 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 защита магии это защита магии плотные товарищи так-то вообще магии с посохом обстрелить да у нее посох еще такой на 10 урона лучше даже не вспоминать про него ладно давай попробуем попробуем наиболее вероятную тему а именно твое твое родное 33 понимаю что это мало вероятно но провокация сработала на одного дальнего можно попробовать сейчас стаунтить кого-то из но чародей например вот он побежит тогда что там происходит стопе ну как ты там работаешь да работает таунт есть до провокация удалась сейчас мы снизим у него защиту это забей просто вот я не могу ничего сделать пока мы не разобрались может отталкивание сделать о 80 процентов другое дело так за таунтили раз ты себя лечит вас ты отстреливаешь этого трис бобер бобер фаербол должен кидать если бы доставал обязательно бы кинул ну и вот чуть-чуть не хватает нужно давай фэрбол тогда в этих 85 85 неплохо весьма пам-пам-пам смысла нет никакого можно закомбить после фаербол на самом деле хотя но будет действовать на всех 727 может реально по этим стрелять с руками пока пока комбо нет волшебный огонь заморозка срабатывает это фаербол прилетел от бобра далее еще вот так вот конусом их баррику плохо фуга настреливает молодец а может мы с фугой комбочку запилим а смерть с небесным все дела а кого убивать желательно одного из этих чтобы пройти чуть дальше и стрелять наконец по этим упырям ладно сначала ты достреливаешь этого товарища а потом уже переключаемся на того уригин опять на танка там не умирает дальний гад он давай комбить тогда комбить по зверолюду поехали так ты на себя кастуй в хп шичку хоть как как она вылечила то хорошо управление жизнью плюс 7 сразу же после заклинания успешного молодец может все таки я смогу подойти на пол шашка не могу я подойти даже на пол шашка не могу не ладно атакуем ждем комбы здесь обновляем там по фугу подбрасываем начинает стрелять раз два три 32 32 16 только к сожалению баррик опять у нас проблемные фуга должна добить этого упыря ну что ну потому что надо прорываться дальше здесь фреген я только что скастовал делать больше нечего надо пытаться давай вот так вот сделаем нет не так ну 22 процентов михаил просто с руки его добивай тоже будет бонус у тебя пять процентов по точности можно попробовать снять негативный эффект с барика тем более что я не могу больше ничего с этим сделать да давай случайный негативный эффект поехали при случайный негативный эффект поехали о баррик ты в себя пришел молодец добивая его прошу баррик опять горит все случайный негативный эффект скастовали будет уходить постепенно работаем баррику плохо таун для увеличения защиты на бобер еще ранение у барриком кто его может подлечить фуга его может подлечить да надо 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 бутылёк пока не откатился как его мочат капец чужой умереть можно может закомбить тогда пусть лечится да давай комбо делаем с главным героем лечение сработало но тут же прошел еще ауе сплэш от этого упыря капец здесь остаться можно просто просто можно остаться поджигает он пробуем баррик может сам себя пытаться подлечить но очень все плохо здесь тоже очень плохо все взмываем воздух баррик успел хильнуться буквально вот 40 хила 18 18 урона еле еле пошло удерживание у баррика осталось один с хп воздух поднимаем раз хил по всем 28 урона пошла имба по баррику стреляет два хил один умирает баррик на половине уже 3 хил ее сбиваю там камнем 4 хил будет пятый будет кажется украсть 5 до 1 раз уплотняет такая то имба вообще вообще падает один все приземляются здоровый этого добиваем так давай добиваем так это им бы дешевая конечно что-то скажешь просто им минус побежали побежали ребят побежали работаем лава лап там с руки это товарищ 65 урон наносит да добьем добьем он горит уже просто стреляется да но эта битва была непростая познакомились мы опа арморчик кожный доспех а лава хора такую же есть вряд ли пригодится танк восьмого уровня уже хп не апнуть ему и надо думать что ему нужно стойкость наверное да определяет способность персонажа приносить тяготы невзгодов и физического и ментального характера выносливостью волей и магией на двоечку на троечку защиты апает у него вообще защита магии нет конечно проблемы дальше мы выбираем один из новых скиллов карауль него караульного рывок кд 30 секунд быстро перемещает к союзнику и провоцирует ближайших противников о хорошая сейфа белка на самом деле то есть такой таунт на и сохранение в жизни союзникам вузы чести кулдаун минута связывает баррика союзником разделяя полученный урон между ним в этот период баррика его партнера повышается силой живучесть плюс 2 на минуту и действует минута то есть получает 50 процентов разделенного урона с персонажа прикольным то есть в принципе ты эту постоянно белку езаешь на человека которого хочешь полезная тоже штука мне нравится как эмпатия с бонусом по характеристикам героической обороны один раз за бой здоровье плюс 38 при снижении здоровья ниже 35 тоже отличная белка даже не знаю таунтов мне вроде хватает этих двух текущих можно сделать вообще сейфа белку пассивную что как бы будет проще им танковать для танка это особенно важным да о 7 7 7 7 зря ты не договорился говорят да 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 зря не договорился там не рано есть рано же есть как рано посмотреть чак не стойку у баррика ветки каратель стойка у баррика тыка каратель я вообще и не не алёк это атакующие темы стойка защиты выносливость обездвиживание нельзя толкнуть невосприимчивость к воздействию до попахивает имбой хорошая стоечка но опять же я в деф пошел если хп не зеленые стороны есть да я понимаю просто хотел узнать сколько так дальше будет еще сложнее потому что впереди больше врагов и соответственно риск тоже большим кто это у нас тут просто алая фурия ну попробуем ее для начала снять посмотрим кто согрится ну наша подруга сразу назад бежит это тоже сразу назад бежит я прилетит тебя опа что это было красава ярость к стану нет щит какой-то скорость при движении рывок фурии не останавливается преступление бой окей работаем я лучше сразу персональный это он делать чтобы сразу защиты снять в нулину и давай таунт она еще яд выпивает а где таунта лё не получилось кажись не удалось за таунтить ее но защиты сняли работаем привет макер привет друзья товарищи счета хорошего вечера янг сильвер привет на иконку наводишь там где эффекты красная иконка сколько ран максим 11 дальше гуф а единичка увидел справа до 5 к навыкам макза по здоровья понял ну хорошо тут тут работаем бобер бобер электрошокер оглушение срабатывает ты можешь его так пинать но этого по крайней мере нет конских резистов что очень радует стопа это не отталкиваешь случайно отталкивает давай так пофиг что у я страна хороший сбал а заморозочка то будет можно сбить с ног можно высосать жизни она грызается баррика тут реально пробивают сбили с ног хорошо пауза срабатывает сразу после того как заканчивается действие белки у наших товарищей то есть если кто-то от отстрелялся очень удобная штука заморозка сбивание с ног то сразу можно возвращаться и и новую новую задачу человеку ставить готово расслабились расслабились железная пошлина о по ней не расслабились там 2 бежит принимаем зажигаем оглушаем это вряд ли просто стреляя пока 38 хреново просто стрелять регион не нужен у него заклинание то маловато будет давай кулаком пофиг это он просто его таун ранджевик я не буду наверно к ним подходить в принципе а зачем пусть барик стоит на него смотрят но этой подругой да нужно не стоит подходить ближе ну что есть вероятность что мы с мы спулем дальше паким их отлятли хромота не нужно а ты просто стреляет и ты скидая защиту на нашего друга меньше урона наносилась хотя там щит тоже весьма специфичный стою лады чуть-чуть подойду но чуть-чуть а то реально я тут не не достаю вообще ничем какие от ли тогда могу чуть-чуть подойти ох на пару на пару молодцы есть еще кто там там я помню точно раз-два зверолюда еще один вот здесь вот стоит герой и двое-трое стоят чуть дальше пока мы так полномерненько полномерненько смотрим кто там певчик роя зверолюдка друг анду а двое еще здесь алая фурия член орды а где квестовая подруга я же вроде и и она что же здесь стояла кажись я бы этого книга чея конечно не нас но бы может от ли все-таки заклинание из-за чтобы она знание понемногу apple да надо да попасть и конечно сложно но но надо горение пошло тут что там поющий камень проявляемся она реально не не попадает возможно стоит справа не согрелись куда ты побежала дурочка а у тебя вообще с ранжем проблемы тогда да тогда это беда ладно бобер подходит стреляет а тот ранжевик оказывается вот в чем дело ну ясно ясно понятно вот он поющий камень 35 лицо здравствуйте не хочу ближе подходить так страшно а ты не хочешь его все-таки хромату на него наложить и еще проблема в том что сейчас книга чей электро шок или таунтить этого упыря да давай таунтим этого упыря билкой так вот фаербол пошел выцеливает на фурию можем ли мы что-то сделать быстро он заморожен пока он там скастует сколько времени пройдет таунт срабатывает да да дальнего добить по фасту он уже к стоит так ты попробуй все-таки вот так сделать попадешь по двоим он горит еще раз попадание плохо сейчас будет два попадания но он жив гад еще жив три попадания но все еще держится а вот 4 ой какая серия так сразу танка половина половина хп выносится работаем по оставшимся главное что не сагрил представляете я с этими товарищами убился одновременно вот это было бы сложным очень сложным а так я буду пытаться все равно даже с 30 процентной вероятностью эти заклинания юзать понимают что вероятность попадания крайне мало но это лучше чем ничего вдруг реально он про вдруг получится попасть а почему не прокачать хотя бы один атакующий перк танку у него другая задача он дпс не наносит он не должен наносить я сначала танка там двойной удар ему прокачал первое прохождение но потом понял что лучше чтобы каждый занимался своим делом ну и потому что ты можешь чтобы получить скиллы более высокого уровня более ценные за одно очко таланта тебе нужно вкладываться в ну чем чем ниже тем круче скиллы на грубо говоря по по ветке если ты начнешь распыляться на два направления то получится так что ты откроешь только половину а мог бы открыть в общем-то до конца одну ветку поэтому концентрируемся на дефе и все добейте его уже там осталось-то господи добили добили как раз все раны новые получены вроде бы не были собираем сейчас лут если он конечно есть тут нет нет и берем следующую порцию врагов тут их двое но кажется 3 чуть повыше алая фурия член орды работаем расстреливаем дальнюю кровотечение класс начала отличные для танка ему тут достается больше всего рай крадутся 6 урона что за вообще я не понимаю так я снизу попробую подойти начать потихонечку по этим атаковать раз фэрбол пошел 2 ты выходи из сумрака 3 ты-то он тех просто 4 хотя один то даже не 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 реагирует мог бы побежать вперед но нет ой нет подожди вот так я не тем сходил зря согрел того это мелочи все равно пам-пам-пам-пам-пам-пам хромота 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 кажись не сработало да это была хромота и мимо а вот почему она мажет вот любопытно что там за защиты такие если она мажет 94 уклонение вот такие защиты фуга попадает едва задевая тут бросок на 12 но хакер спасибо тебе за активацию прямо то есть лук 78 бонус 37 у него 94 защиты собственно 115 94 при броске легкая ну чуть чуть не повезло так скажем при броске стоп это что такое это вот это а он он понятно там 4 каши это оказывается волшебного снаряда очень круто я прочитал разок об этом но но благополучно забыл разбираемся комбо способность таунтим снимаем защиты и атакуем фуга сказала что оружие бесполезно она сказала оружие как соски для мужчины бесполезно как сказать соски у мужчины не бесполезно а почему я не про соски про почему она не может не может попасть не сочетать держаться скрипт айфонское предложение извините вопрос не как сейчас его никак никак что произошло в начале стрима казус у маграин не было магии огня да как у маграина не было магии огня как мы какой магрейн что что почему какой какой магрейн я не понял тебя архимаус архимаус быстро не уловил твою мысль да убейте мне уже хватит хватит терпеть это слава богу разобрались вот так вот поступательный человек 12 вырезали в общей сложности я считаю неплохо вот собираем библиотеку проходим дальше может быть сложнее значительно но как иначе забраться в руины горячей библиотеки силовала хора заняла или руины горячей библиотеки убийцы их возьмите район под свой контроль это сделано единственное что я вот здесь вот не проходил здесь вроде завалы и а нет сюда можно было пройти в видимо был альтернативный путь вот я на баз а магрейну сач караси клон резурек да 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 магрейн как появилась магия огня у магрейна суши попрос поп поп попроще есть какой хоть потому что я не помню как у магрейна появилась постоп магия огня тут опять кровавые гонча и всяким народу-то приличным так ты отступай тоже отступаем такой там много народу идет как минимум три человека а вот это будет интереснее потому что кажется они взрываются это первый момент так ты так и так идешь вперед на надо смотреть на 45 человек пробуем собрать все рядом с бариком возможно бобром уже превентивно делать заморозочку и ну на конус в общем тут их ловить хотя бы двоих раз ты давай рикошитик пока что до вас ох барик барик сейчас ему так будет доставаться делать ли таун сейчас кажется надо делать таунт вот нет не надо делать они все собираются рядышком бобер уже готов к ставать что это такое открыть ворота это кровотечение кинул на бобра только на бобра ладно а не только на бобра еще на атли имеет ли смысл сейчас заморачиваться с защитами всякими не не имеет надо выбирать цель и мочить ее огненный разряд ну я магами магом пробую дострелить достать собираем упырей таунтом все таки пошла билочка от бобра попадает дальше идет фаербольчик от бобра дальше атли еще подходит для ауешечки беги родная беги просто стреляем там фаербол что ли нет ну огненный разряд я не знаю чем огненный разряд отличается от наверно сбежаться по идее ладно сделаем таунт просто а бобер фаербол уже так ты тоже делаешь ауешечку замечательно этом давай об волшебный огонь заморозка заморозка волшебный огонь окей огненный шар готовится так огненный заряд пошел ау е но вроде какой как-то не очень сильно за раз зашло так у бобра есть вроде еще одна небольшая у ешечка который кстати было бы неплохо по увеличить можете тогда кровотечение сниму отрицание боли пошло давай давай отрицай отрицаю полностью ну боберну или ты за таунтом у тебя защиты повышенную да ты не можешь не должен должен иметь такую возможность что здесь творится вообще куча мало они конечно подранены один тому же серьезно бит мешки был командировки а ты второй аддон ведьмака прошел смотрел только первую часть конечно прошел конечно прошел с возвращением тебя но ты очень долго не был с нами много чего было проведено я не вижу как я могу отрицание боли езнуть просто не вижу ладно танк лечит тебя где вот где вот не могу из-за таунта может из-за того что он спровоцирован он начинает атаковать но я не вижу в статусах таунт понимаете если у него баф от своего таунта и все а если мне ему дать другую задачу например а нет все он начал теперь он видимо очень будет еще одного ешка от атли на этот раз и потом высасывание жизни давай сейчас будет заморозка взрывы отрицание боли прошло ох не нравится мне вот эти вот рейнджи не очень серьезный может быть замутить какой-то комбо с той же самой от ли можно замутить комбо один раз между отдыхами да беда а это первое урон в качестве здоровья свет могилы мне нравится только после того как от ли скастует еще один а пока на себя щит вешень так так от ли справилась есть еще зов ты ратусом это на одну цель насколько я понимаю свет могилы комбим там кита взрывы конский идут 52 а это не взрывается стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп короче надо валить отсюда срочно срочно валить ну что эти двое кажись взрываются при смерти о хохохохохохохохох всем удачи увидимся с вами как-нибудь в другом в другой раз танка кидаем или нет он больше урона получит выходи оттуда выходи добиваем давай электрошок в надежде на оглушение раз защиту на танка не успеем 2 еще одно глушение до вас вот этот хп себя все восстановит ладно ты стреляй 3 но он взрыв этот в в в восстановил хп всем капец не мотана нашли так еще бутылёк надо юзать там оглушены те люди которые не что никак не разберешься есть время до действия подготовки с время отдыха после действия дам до рано или поздно разберусь это прорывается вперед этих бы добить меня собственно стреляю вроде по ним вроде бы давай защиту на себя так один падает будет взрываться или нет будет взрываться он я вижу что он стоит и готовится взрыв тут комбируем тут отстреливаем наверное этого опасный пак все-таки опасный жалко что сатли нет пока этим пацанам дать это лучше себе хорошего давай до взрыв он кажется friendly они full хп восстанавливают просто full хп у бобра уже проблемы со здоровьем нужно выпивать бутылек типа но он в комби уже его блин не остановить со здоровьем все очень плохо я попробую бобра да нет бобер подлечился попробую от ли тогда подлечить потому что нахожусь рядышком готово сейчас будем тот урон который будем наносить будем получать в качестве хп так что у нас по ауешным заклинаниям ни черта не откатилась полезно вам отбрасывающий взрыв отталкиванием пробуем вложиться по сейчас бобер вернется если ее откатится вот этот спелл не хочется зафейлить узнаете как не хочется зафейлить мне ну когда сотворение заклинаний заблокировано стоп немота 15 секунд немота офигеть 15 секунд немота это просто грязь можем конечно типа отступить просто бьем тогда может таун сделаем на баррик у баррика и так все ну хотя у него сейчас если опустится здоровье ниже он подлечится хотя кажется эта обилка у него разок уже сработала за бой да нет это не она танк может умереть да и бобру хреново так ладно от ли вроде стреляют у нее немножко восстанавливается вижу как восстанавливается жизни делаем отталкивание на этого упыря других вариантов я не вижу надо держаться там кажется товарищ горит бобра немножко подлечили комбо я не смогу сделать надо только от ли ну ты смогу надо от ли отвести если говорить о комби то вероятность срабатывания очень хорошая наверно стоит сделать после того как она стреляет вот нет фигня попадение вероятность там очень маленькая от ли тоже под немотой судя по всему так что делаем комбо давай поехали раз что это капец у них с пылы смотрите а у е урон огнем и себе восстанавливает здоровье общий сбор попадает по цели с немотой немота по фуге немота на барике и ты грязь я могу здесь остаться думай четыре человека фуловый это раз убрать уже здоровьем беда это сделать ничего не может вообще только с руки бить с крайне слова какой-то хил проходит непонятно мне а это мое слабое зелье исцеление нет 6 сама пьешь нет это я я сделал не не заметил почему я не могу бобром сейчас комбо сделать почему может реально валить уже я вот надо мне разобраться с механикой вот этих ходов взрывов и восстановления хп надо посмотреть какая обилка во первых такую хрень делает да общий сбор общий сбор называется обилка и она очень жесткая я не могу фугой атаковать наверное надо пытаться отступать бобром в первую очередь надо сплититься против них вот это точно прям вот точно надо смотреть что по по сайленсу 17 секунд хромота есть то есть можно тоже отступить здесь что по комбам по какая разница по комбам ты их использовать не можешь сейчас можно сделать таунт на этого упыря защиты снять глядишь постреляем стрелять на развороте не мотай мне просто все мне нужно как-то здесь просто держаться понимаете просто держаться стоять и терпеть бутылёк есть жесткий по можно ходить через смерть пропить не давай к броне взяли защиты выпьем для начала какая-то кровавая дуга там пошла ты бей там комбо подходить не хочется не хочется провокация сработала хромота сработала ну как бы хромота сработала можно еще сделать вот такой таун чисто чтобы увеличить защиту у всех и учитывая то что фуга сейчас может спокойно отступить из-за таунта мы отступаем регена сделать не может а бобер сможет сделать реген когда у него сайлент закончится минус к точности хромота провокация что же можешь что ли нет створение в заклинании заблокировано а нет вот немата семь секунд еще молчать он танк умирает получается вероятнее всего аааа без хиллера тяжко Да какое их без хиллера тяжко тут все хиллеры просто Любого возьми, у всех есть заклинание хила Но кроме мага, которому я специально его не поставил Проблема в немоте Сейчас массовая немота Вот у этого хил есть У этого хил есть У этой даже подруги хил ставил Насколько я помню, вот хил есть Но затворение заклинание заблокировано КД нет, то есть Твори сколько влезет, причем здесь хилер Все хилеры, три хилера Без хилера сложно, потому что если ты молчишь Ты Ничего не олен Короче, держись, Барик Килер Подходить бобром Можно, учитывая То, что скоро закончится Барик, держись, прошу тебя Просто держись По кому стрелять По тому, у кого защиты нет Михаил Это же очевидно Когда? Четыре с половиной секунды Офигеть Барик не выстоит Барик не выстоит Забей Просто забей Давай так Защиты нет Можно попробовать Я ляску еще не сделала Железом Бутылки наполовину на КД Бутылку надо выпить Образы Образы Очень все плохо Какой там рейндж А, у бобра Тож лечения нет Вот дурак То есть только Атли Его может вылечить Или он сам доживет Как-то да Ха-ха, доживет, конечно Нет, с танком считай Ты прощаешься С танком ты прощаешься Да Надо отдавать танка Короче Валите всеми отсюда Нафиг Простим Танк минус Блин, они меня видят Пробую, Тим Как они меня видят Там Сейчас еще бобра достанут Уходим, уходим Я там горю Надо пропивать А почему я не могу? Я не могу использовать Тут зелье исцеления Догорит повелитель огня, кажись Вау Реально догорит, что ли? Там кровотечение у тебя Ты не догоришь Чистый урон на семерочку Сколько хп у тебя, друг? 14 Вряд ли успеешь Что тебя может спасти? Ну, реген, если успеешь вставать Так, шестерочка Давай, кастуй, родная Ох, жесть какая Так стоп Ты еще не выжил Но уже бутылка откатилась Все Бутылочка Барик, держись Мы придем за тебя мстить Опа, этот идет Один все-таки высунулся Хорошо Ну, у меня скиллы откатились Так что работаем Такая грязь Такая грязь Не случится Горение Хорошо Чуть-чуть в разные стороны Прошу вас На случай, если Щит на тебя Стреляй С хромотой Замораживай его Барик встал, что ли? Мне показалось Они вообще какие-то дикие Короче, справились с этим Он, смотрите, стоит-стоит Взрываться будет Взрыв-взрывается еще Они психи Они просто психи Устанавливается Выносливость Барик лежит, но Мне кажется Тебе сюда не по уровню Мне тоже так кажется Что что-то они Какие-то злые Вообще Но Вроде этот квест Параллельно с Тунаном Поэтому Сейчас решим Частично вопросы Закроем привалом Откачать ТЦ комбо Уберутся раны Но боль в душе И вот это вот чувство Обиды Оно никуда не делось Но лут А время движения Отката не пашет Сколько их там осталось Интересно Там было четверо, да? То есть трое еще живо Работаем 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 Я сразу сделаем так Чтобы у нас Восстанавливались ХП При уроне Можно ульту сделать Но я боюсь Что Хотя что бояться Что бояться Реальным Бояться нечего Подходим Ауешин Почти Почти Как надо Поберни Правильно Действует Сейчас Надо уже Вот так Вставать Как вы Е-долбит. Конечно, специально. Конечно, специально. Потому что по-другому они не могут атаковать. Либо я так же танками держу всех в узком проходе, либо... Вот. Поэтому, естественно, специально. Это же очевидно. Танк, как обычно, терпит по урону. Бобер почему-то решил не кастовать. А, нет, он... Нет, он должен был кастовать, конечно же. Волшебный огонь, заморозка. Окей. Вот эти вот вещи работают очень хорошо. Так, давай защиту. Не хочу комбить. Электрошок как там, пройдет? Не пройдет? Вот верхнего надо отстрелить. Возможно, он сейчас опять свои темы начнет юзать. АОЕшные. Сконцентрированный удар. Ну, вроде не то. Забей на защиту. Не важно это. Просто добиваем. Есть. Добили. Этого минусуем. Этого зажигаем. Тут семерочкой вот так вот пофиг. О, фаерболл прилетел на двоих. О, прикольная штука. Это же поднимает воздух и оглушение. Там и физический урон заходит, получается. Я вот не ознакомился с этой обилкой. Ближний бой. Полминуты. Дробящий урон. Попреждение. Швыряет на землю, не наносит дробящий урон. Окей. Здесь, конечно, не хочется умирать. Танком. Я еще рано получал. Не прав. Не прав был здесь. Безусловно. Будем делать. Он сейчас, кажется, хотел восстановить хп. Мне так показалось. Удушающее облако. Тоже ничего не предвещает такого хорошего. Поэтому лучше немножко разбежаться. Ага. Не моту накладывает удушающее облако. В понятном. Тут шампур. Тут оглушение. Тут высасывание жизни. Защита таун. И... Убили этого. Оглушили того. Набиваем. А сколько я рано умудрился получить? Такой вопрос. Одну урану. Хорошо. Это терпимо, по крайней мере. О, Фолан. Смотрите. Тут какой-то квестовый чувак сидит. А как ты вообще умудрился выжить? Сначала лут поднимаем. Отражение. Меткость. Уран без оружия. Восстановление. Обмотки. И отчет. Подпаленный отчет алого хора. Края отчета опалены. Слова поблекли. В этой едва различимых словах вы узнаете название различных пыточных инструментов и имена людей, которым они были применены. Возле каждой записи указан локоть и год. Вы замечаете, что вверху имена звучат более по-северному, а годы значительно предшествуют временам завоевания ярусов. Сначала лутаем, потом общаемся. Фоланд. Судя по виду, книгачей явно пытали. Ноги его покрыты ожогами, плечи естественно вывернуты. Он смотрит на вас, не верит своим глазам. Спасибо. Поверить не могу, что черные стражи мертвы. Он сплевывает. Чтобы им всем сгнить. Прощай. А, тут гильдия книгачеев есть, благосклонность. Спасибо еще раз, мне пора уходить. А ты будь осторожен, алый хор. Это неслаженная куча психов. Но в этом их сила. Не дай им застать себя врасплох. С книгачейми можно дружить. Я могу... Могу... Знания новые по огню, например, получать. Или в принципе знания какие-то. Обломок посха скаловерцев. Тоже крафтить можно. Заглядание в течение. Защита волей. Тут больше ничего? Извините, Кэн. На всякий случай. Не зря я сюда забежал. Единственное, что в сражении было сложное весьма. Но придется сейчас внутрь библиотеки уже заходить. Так, стоп. А я вот здесь еще могу пройти. Стоп. Там какое-то... Какое-то силовое поле. Этот проход преграждает магическое поле. Неизвестно, каким образом его можно снять. Извините, Кэн. Вот так вот. Не могу это сделать. С Богом. Я надеюсь, что там не сплошь и рядом будут враги одни. Учитывая то, что есть отношения к книгачеев, возможно, с ними можно договориться. Мне нужно просто как можно больше знаний впитать. Из этих... Вынести из остатков этой горящей библиотеки. Два привала еще всего лишь. Тут рунами запечатан. Проход преграждает магическое поле. Опять же, неизвестно, как его можно снять. Атли. Лучший способ сказать, валите вон отсюда, поставить на главном входе магический барьер. Это так очаровательно по-хамски. И я почти в восхищении. Забраться в руины, дойти до нижних уровней библиотеки. Офигеть. Легкие кожаные перчатки. Меткость урон. Может быть, кстати, ей пойдут перчатки. У нее, кажется, нормальных перчаток и не было. Постановление с... Так себе. Ладно, чуть-чуть увеличится время каста, но зато повысится меткость и... Какие-то защиты. Тут могут быть ловушки еще. Хотя, кто ставит ловушки в... В этой библиотеке горелой? Правильно? О, можно поговорить с людьми. Я радую. Диалоги. Тем более, что любая битва может стать последней. Здравствуйте. Книга, когда вы подходите к телам в конце зала, книга чей испуганно взвизгивает и падает, притворяясь мертвым. Так, убить идти дальше. Не переживай, мы не причиним тебе вреда. Давайте. Гнев бледаномарка это Архонта. А куда он знает? Добрый вечер, Антон Кактус. Книга чей вздыхает и поднимает на вас взгляд. Я не был уверен, что это сработает. Ну, я был совершенно уверен, что это не сработает. Но как я мог знать, что ты не из этих ватак. Они везде. Я прятался тут с тех пор, как Эдикт разрушил все вокруг. Очень долго. Осторожности не бывает слишком много. Он останавливается и внимательно смотрит на вас. Ты же вершитель судеб, повелитель огня. Он кашляет, и на его руках появляются капли крови. Он вытирает их тыльной стороной руки. Не могу поверить, что веленивое цитадель посетил вершитель судеб. Наверное, мы сильно достали Кайроса тем, что смогли остановить Эдикт, прежде чем он все здесь разрушил. Как им это удалось? Хотел бы я посмотреть выражение на лицах всех вокруг, когда его действие остановилось. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Похоже, заклинание сработало не так, как мы рассчитывали. Оно не остановило Эдикт, а просто заморозило все на месте. В процессе разрушения. Видимо, сохранение это сохранение. Он пожимает плечами, морщится и снова откашливает кровь. Не могу сказать, что нам оно сильно помогает, когда здесь куча хористов. Ты видел, сколько этих головорезов забежало сюда? Когда я видел, как они входят, я знал, что не смогу долго скрываться. Мне пришлось выйти и помешать кому-либо попасть внутрь. Поэтому я включил барьер у двери. Это не объясняет, почему ты умираешь. Занимательно, а потом у тебя просто появились раны. Убить идти дальше. Я пришел сюда уничтожить часть пароля, чтобы никто не мог пройти через барьер. Он показывает на шкаф у себя за спиной. Но он, наверное, следил за мной. Напал на меня и сказал, что убьет, если я не скажу ему, как пройти. Он начинает смеяться и снова морщится от боли. Сам видишь, как все прошло. Прошу тебя, вершитель, ты должен защитить цитадель от алого хора. Не дай мы ее уничтожить. С помощью этой части пароля ты пройдешь первый барьер. Найди остальные и не подпускай к ним этих чудовищ. Нельзя позволить, чтобы они раскрыли наши секреты. Давай попробую перевязать раны. Спасибо, но я знаю, что в этом мире недолго задержусь. Не переживай об одном книгачей, когда спасти нужно намного больше. Просто сохранить цитадель. Пожалуйста. Он испускает тихий стон и падает замертво у ваших ног. А можно его, знаете, из вредности резуректнуть? Просто раз, все. Так, типа, я же предлагал лечиться. Давай я вылечу. Но он выбрал смерть. Ну что? Светящаяся книга, 65 знаний. Взять книгу и перевести фразу. Найс! Давай. Отряд получил неполный пароль. Это гнусное напоминание о том, до чего книгачей обожали свои тайные шифры. Прости, но эту пакость я прочесть не могу. Нам нужен книгачей для перевода. Так я ж... Знания на что? Чтобы просто понять, что мы не можем прочесть? Мешалка для чернил. Пятные чернил. Используют для перемешивания содержимого чанов. Ох, ты ж ежик. Это что у нас такое? Свитки пусты. Похоже, их здесь хранили вместе с инструментами и сырьем для производства чернил. Хотя из разлома идет поток очень сильного жара. Нижние этажи каким-то образом остались целыми. Непонятно, почему лава еще не поглотила библиотеку полностью. Ох, там разлом. А я пройти не могу пока туда. Получается, мне нужно сейчас... Опа, а там кто стоит? Книгачей еще один. Выходит, надо коснуться символа, и преграда исчезнет. Как-то все слишком просто. Я начинаю подозревать, что где-то сокрыта ловушка. Или, может, мы задели охранной чарой где-то еще? Ненавижу это место. Базар, бобрейший вечерок. Привет, базар. Решил начать сирный, за кого порекомендуешь попробовать? Ну, не играй за танка. Не играй за лучника Рогу, потому что тебе этих персонажей дадут на старте. А дальше выбирай. Мне больше всего магам все-таки понравилось играть, потому что вариативность есть благодаря вот этой комбинаторике заклинаний очень высокая. И ты можешь развернуться по стихиям, развернуться по типам заклинаний, как хочешь. Но можно двуруча какого-нибудь взять? Какого-нибудь ДПСера? Хотя Рога есть, опять же. Проходим. Здравствуйте, книгачи. Давайте не будем ссориться. Теперь двигайте свои никчемные задницы, пока я не сам не сказал цензора, если я попаду. Стоп, это кто? Это у нас... Это Алый Хор, ведь член Орды. Толстяк Ульстон? Книгачей. Нет, вроде это френдли, ребята. Давайте пообщаемся. Нет, это Хор. Посреди группы стоит изнеможденный мужчина, обращаясь к окружающим сквозь сжатые зубы. Все вокруг отдыхают и почти его не слушают. Если вы не соберетесь, то клянусь, я оставлю вас гореть в этой кузне. Вы этого хотите? Просто слушайтесь меня. И мы все сможем уйти отсюда с целыми бровями. Это светящиеся куски пергамента. Неужели их так сложно найти? Он замечает ваше приближение и окликает вас. Окликни меня. Это как у протасов. Бросив в своей группе предупреждающий взгляд. Вершитель судеб? Что вы здесь делаете? Он оглядывается на свою ватагу. Я думал, что вы, придурки, перекрываете проход. Вот один из его людей фыркает и пожимает плечами, затем снова перестает обращать на него внимание. Я вижу, недостойный лидер пытается управлять никчемной командой. Отличная фраза для первого знакомства. Вообще прекрасная просто. С целыми бровями. Ну, видимо, речь идет о том, что они тут не поджарятся. У них... Вот. С целыми бровями. Я слышал ли ты только что усомнился в моих действиях? Ой, все вызывающее. Благосклонность увеличивается. Мужчина отстраняется и в его глазах появляется испуг. Нет. Я просто хотел сказать... О, смотрите. Воу-воу, полегче. Узнаете этот смайлик? Кто первый поставит смайлик в чатике вот этого, тот получит премиум. Я пойду генерить премиум. Меблочку плюм. Что-то мне не получается. Оп! Happy Sushi. Все, все, все. Подтвердить платеж. О, нет. Сейчас я в чате могу спалить. А, не, не спалю. Мне повезет. Так, а где? Где мой прем? Мне не пришел. Я оплатил, а мне не пришел. Первый раз такое. Капец. Вы издеваетесь там на Гудгейме? Совсем поехали? Верни мои деньги. Слышишь? А, нет, пришло. Пришло. На почту просто не сразу пришло, а в ленту пришло. Но я ленту не хочу палить на стриме, потому что в ленте там будет... Ай! Ай! Никто ничего не видит. Никто ничего не видит. Оп! Никто ничего не увидел. Итак, мы сейчас без палева абсолютно хэппи-суши. Напишем лично. И никто не увидит, как ему молниеносно передам прем. Раз. Хэппи-суши готов копировать? Ладно, я просто не буду захватывать чат. Все, активируй скорее. Поздравляем! Давай, я дождусь твоей активации, а потом часик включу. Активировал премиум на ваш канал. Давай, давай. Ну, кэппи-пасс, там буквально делов-то. Ну. Ну. Такой ты слопок. Вот. Активировал премиум на ваш канал. Другое дело. Ну, мы ж тебя ждали. Простите меня, вершитель судеб. Он неуклюже пытается сделать поклон, что... Что вызывает еще больше смеха со стороны его группы. Я так понимаю, цензор отправила вас за нами присмотреть. Не переживайте, мы первыми пройдем через барьер и найдем безмолвный архив. О! Инфу сдает. А-а-а! Ученик гильдии был бы. Что-нибудь еще? Расскажи мне поподробнее об этом соревновании. Стримером, что ли? Он бросает взгляд на своих людей, которые безучастно смотрят в ответ. Я думал, вы знаете. Как бы еще цензор вас пропустила. Он пожимает плечами, рассеянно почесывая подмышкой. Она отправляла вас сюда соревноваться. Мы должны найти безмолвный архив. И, что типично для хоров, в соревновании должно погибнуть немало хороших солдат. Поэтому мы всерьез собираемся найти архив первыми. Йоп, РСТ, сколько хитроумия так, хитроумия сяк. Ой, смотрите, прекрасно. Он сердито смотрит на свою команду. Точнее, мы всерьез собирались найти его. Они ноют, словно дети, и не хотят немного подпалить волосы на пальцах ног. То у него брови, то волосы на ногах. Не нашли еще ни кусочка пароля. Мы заблокировали проход, чтобы никто не смог пройти за нами. А потом они сели и отказались двигаться. А что такого важного в архиве? Я думаю, что не стоит в дурачка играть. Хитроумия сорок семь, хитроумия пятьдесят семь. На сорок семь обращаемся к нему. Тебя же задерживают эти олухи. Может, тебе лучше продолжить одному? А потом к группе. Мне кажется, Ульстен просто тряпка. Если убьете его, сможете идти своей дорогой. Класс. Оп. Что? Вершитель судеб. Вы не можете забрать мою команду. Пока он вытягивает оружие, остальные члены команды начинают двигаться на него. Ха-ха-ха! Как быстро мы свергли его. Да, да. Просто один. Один в семь получается. Я знаете, что только сделаю? Чуть-чуть перегруппируюсь. Погруппируюсь. Хотя нет. Все. Они там погостовали, но вроде успокоились. Можно полутать, пацаны. Вы не против? Но лут уходит. Я знаю, о чем вы думаете. Лут уходит. Они растворились. Вы видели? Они просто... И растворились. Так, железный меч там еще попался какой-то. Сломанный железный меч. Мне кажется, что он не зайдет. Точно был сломанный железный? Точно сломанный железный. Так, еще один свиток. Ну, свиток. Или это просто свиток? Просто свиток. Просто два свитка, да? Жара же испарились. Ага. Давайте аккуратно двигаться дальше. А, мы здесь просто обходим. Сигарь. И ловушечка, ловушечка. И хитроумно обезвреживаем. Все стали еще более хитроумными. Тут не пройти. Поэтому идем линейно. Ой. Здравствуйте. Кровавый гонщик. Я посылаю... Щербатая, здесь кто-то есть. Да, мы свои. Ее вздох доносится до вас. Тогда скажи им, чтобы несли свои задницы сюда. Несите свои задницы туда. Щербатая хочет с вами поговорить. Щербатая. Еще свиток. О, тут стеночка. Не могли бы передвинуть? Мешалка для чернил. В качестве рычага сломать стену. Да! Надавить. Ничего себе. Просто взял и обошел. Член Орды. Кровавый гонщик. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Ой, можно... Поговорить с Щербатой. Постарайтесь дальше не ходить, а то будут проблемы. Понял. Все. Все понял. Я пойду просто поговорю. Здравствуйте. Щербатой нужно решиться. Я хочу убивать. А их много тут. Здравствуйте. Щербатая. В проеме, в разрушенной части стены, стоит сурового вида женщина. Она поворачивается к вам, когда вы приближаетесь. Значит, цензор решила, что четырех групп будет недостаточно, чтобы получить то, что ей нужно, и послала еще одну. Она качает головой. Столько групп. Какое неумеренное применение силой. Она поднимает руку вверх. Ради Кайроса. Это же всего лишь библиотека. Она никуда не убежит. У нас куча времени, чтобы получить архив. Я даже знаю, где искать кусок пароля. Я не понял вообще ничего, что это сказала. Она вздыхает. Еще одна группа под началом самых светлых умов ярусов. Ради вечного горения. Ради вечного горения. Похоже на девиз форумный. Ради вечного горения. Ну почему у меня всегда окружают такие гении? Ты действительно не знаешь, кто я? А меня должно это волновать? Она скрещивает руки на груди. Я просто хочу прожить достаточно долго, чтобы найти архив и убраться отсюда. Смерть далеко не на первых местах в моем списке любимых дел. Моя проблема – группа черствового внизу. Они охраняют одну из частей пароля и всегда готовы кого-нибудь зарезать. Не хочу с ними встречаться, когда рядом есть яма с раскаленной лавой. Поэтому пытаюсь решить, что делать. Четыре группы, что это значит? Ну ты же знаешь, группы соревнуются в маленькой игре, а цензор не на жизнь, а на смерть и все такое, да? Она прищурившись смотрит на вас. Ты что, действительно не знаешь или просто дураком прикидываешься? В любом случае, я не в том настроении, чтобы нянчить тупиц. Расскажи мне поподробнее об архиве. За кого ты меня принимаешь? За личного книгачея? Она поднимает руку и отчитывает на пальцах факты. Он где-то в библиотеке. Видимо, ее роль личного книгачея устраивает. По слухам, он очень могущественный. Это второй палец. Находится за непреодолимым барьером. И чтобы добраться до него, нам нужно найти пароль. Цензор очень хочет заполучить его. Пять, короче, пять пальцев. Проблема в том, что отправила всех нас на его поиски. И только одна группа может заявить, что его получила. Это значит много. Она прикладывает руку к горлу. Изображает удушение, издавая булькающий звук. Надо ее в пати взять, прикольная она. Так заведено в хоре. Ну а мы пройдем и все. Ха, размечтался. Победителями будем мы. Ты для нас не главный противник. Но рано или поздно, все равно пришлось бы скрестить клинки. Так зачем ждать? Не вижу никакого смысла. И тут опять хитроумный бобер. Ты ведь можешь застать черствого врасплох. Он хоть знает, что ты здесь? Щербатая поджимает губы. На ее лице появляется задумчивый вид. Действительно. Уверена, они не знают, что мы прямо за ними. Это очень неплохая идея. Подкрасть-то к ним и... Она проводит пальцем по горлу. Вывести из соревнования. О, стравили, стравили. Посмотрим сейчас как... Как... Ой, как же здорово. Люди исчезают на этой карте. Меня это немножко пугает. Просто исчезают. Подпаленное послание. Содержимое в это послание скрытое. Из-за подгоревшей крови листа. Но вы можете сказать, что получателем должен был стать Грэвен Аше. Отправитель просит о помощи. Она считает, что в ее гарнизоне, в могиле клинков, недостаточно войск, чтобы удержать позиции. Какой-то квестик с Аше. Мы туда, конечно, можем спуститься, подняться. Но я сначала здесь осмотрюсь. Оп! Перевести символы. О-о-о-о! Сигил силы 2! Новый штрих! Помни, был бы рад. Так. Кажется, вот он. Да? Пыщ. Пыщ. Нет. Или просто... Стоп. Сигил силы. Не понял. Я что-то не... Тебе же даже метка дана, где новый Сигил. Вот этого типа, но... Он же... Ладно, давайте попробуем. А! О-о-о! Ёппер СТ. Штрих. Опять отсылка к Сереже, естественно. Штрих, который увеличивает силу заклинания, что усиливает большинство существующих. Короче, знаний нужно больше, не 20-30, но урон возрастает. Поэтому, если знания будут позволять... Почему у него заряженный кулак на 60? Что это такое, Михаил? А, потому что больше нет. Ну, вот как раз сюда делаем раз. Смотрим, что еще можно апнуть по урону. Воспомнение можно было бы апнуть, если бы... Да... Чуть-чуть знаний не хватает. Ну, понятно. Выбираем те заклинания, которые... По знаниям находятся на отметке... Алексей, подчеркивание, 97 активировал премию... Спасибо тебе. Короче, не могу я пока ничего сделать с этим. А! Вот-вот не надо так бегать, особенно без сейвов. Атлетика, карабкаемся. Там кто-то стоит. Посылаем переговорщикам. Книгачей, привет. Книгачей. При вашем преминвежении книгачей шарахается назад в его глазах страх. Нет, прошу вас, не надо! Затем он видит, кто перед ним и с облегчением опускает руки. Вы не из хора. Он оглядывается. Но они где-то рядом, я их слышу. Я бы сбежал, только они закрыли проход. Я не могу снять барьер без нужного ключа. Путь свободен, можно идти. Отношение с книгачейми налаживается. Да-да. Я никогда не смогу расплатиться за то, что вы для меня сделали. Вот, возьмите это, и пусть оно принесет вам пользу. Я не сумел завершить исследование, но, может быть, вам повезет больше. Он осторожно оглядывается. Я смогу выбраться отсюда. Что далее? Новое исследование в библиотеке? Библиотека шпиля? Так, во-первых, левелап. У нашей подруги замечательный. Будет нелегкий выбор между никчемными спылами. Силу заклинаний пока без капа апаем. Убери ты один лишний штрих, поставь вторую силу. Там разницы всего 10 знаний. Нет. До скорой левелап я и такого поставлю. Зачем два раза одно и то же делать? Я хочу открыть новую веточку. Здесь на урон-то пофиг. Были... Вот, знаток рун. Знания плюс два заклинания. Прекрасная штука. Замечательная штука. Хорошее сочетание с рейнджовыми атаками. Атли удерживает цель в воздухе. Противник не может перемещаться и атаковать. Его невозможно глушить или сбить. Такую цель можно поразить только атакой дальнего боя. Но это дальше будет. Нужно определиться, что здесь. Плюс два к броне лесом идет. Защита магии. Пассивочка. Это взять не можем. То есть выбор из время расплаты. Страх. Испуг, да? Воля снижается. А снижение воли нам даст... Ментальные атаки. Защита магии как-то тупее, проще для восприятия. Если испуг реально снижает просто волю, то это только определенный тип защиты. И только его часть. Короче, я возьму защиту магии. Пардон. Плюс тогда я смогу в следующем еще открыть для себя. А здесь? В броне. А здесь? А, этот вообще не связан с другими ветками. Да, то есть я спокойно беру защиту. Открываю для себя еще возможность взять 30% защиту. И кажется, он что-то мне выдал. Ну что, я не понял. А что он там делает? Почему он остался на той стороне? Вот, сейчас исчез. А, сейчас появился. Добрый вечер, Алтай. Алтай, Алтай, Алтай. Так, эту часть карты мы прошли. Отсюда мы перенесемся куда-то. Не знаю, куда спустимся. Может вниз. Но кажется, нам именно сюда и нужно. Но, что здесь мы не проходим никак. Или это по веревке мы как-то проходим. Меня пугает неизвестность. Потому что максималочка без сейвов. И риск есть. Так. Да, мы типа оказались. О, это кто такие? Бичеватель. Сила стихии. Слабость стихии. Короче, огнем нельзя. Урон холодом. И у него еще бонусы к огню рядом. Находится огонек. С резистом. Понятно. То есть, каждому нужно своей школой будет фигарить. О, вы посмотрите, что здесь произошло. Знаете, в чем проблема? Вполне возможно, мне нужно будет сражаться с ним. Поэтому я сразу же выдвигаюсь. Исключительно танком. Ну, четыре человека. Всех убил. Черствый. Крупный, заляпанный кровью мужчина стоит посреди кучи трупов и сердито смотрит на вас. Щербата и ее команда сказали, что кто-то отправил их разделаться с нами. Он сплевывает комок крови и мокроты на каменный пол. Я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Ты такой трусливый, что даже не способен в этом признаться. Ты сюда просто случайно зашел сразу после того, как на нас напали. Мне это кажется немного подозрительным. Он показывает на вас, собирая остатки своей команды. Убить! Блин. Что у нас есть? Крик охотника. Рвущий удар. Мне чуть-чуть надо отступить назад. Чуть-чуть. Желательно накидать защиты пока что. Желательно... Так, это книга чей. Кого сжечь? Сжечь пока что. Наверное, вот так вот делаем. Раз. О-о-о-о, бом-бом. Да нет, рано, рано, рано. Попробуем так сделать. Подходить ей в любом случае нужно. Нет. Ну что, танку надо, наверное, останавливаться. Все. Ёпперы, СТ-53. Здравствуйте. Так, у меня же второй щит что-то у нас. Броня, колющее отражение, попадание, заклинание, крит, попадание, заклинание. Понятно. Вот все, уже, уже, уже плохо Барику. Барику уже плохо, и он в ужасе. А вот это проблема. Без ориентации воли. Вот как раз тот самый ужас, который я не взял. Я его контролировать еще не могу. Это косяк. Отстрелялась подруга. Давай-ка бутылочки. Я разделаю. Можно сразу закомбить. Этот еще бежит к нам. Капец. Что мне с ним делать? Твою ж налево. Ладно, ты кидаешь щит. Ты там цепляешь. Ты пропила ярость. И зажигаешь. Да? Барик меня подводит Он побежал в ужасе Я не успеваю на него защиту кинуть Мне нужно отказываться от этой Ты на кого? Ты на эту бежишь, да? Бежать за Бариком Я думаю, это не перспективно В принципе Поэтому я попробую Надо подвести эту подругу поближе, наверное Нет, не буду О, там его Чёрт твой Что? Он решил поговорить ещё раз Когда взмыл воздух от заклинания То же самое говорит Щербат и её команда сказали, что кто-то отправил их разделаться с нами Должно быть, это был ты? Твоё предположение верно Похоже, его застают врасплох, ваша честность Спасибо за откровенность, но я всё равно собрался тебя убить А так мне будет только легче решиться Он бросается на вас За ним бегут остальные солдаты Умри Я вот не знаю, комбить мне или не комбить Страх ещё 5 секунд будет работать нам втроём Как-то разбираться с этими оперями Мне всеми надо Ой, такой провал Просто провал Пробуем так Пробую так Ну ясно Сбивает с ног Двоих Я могу здесь остаться Минус 2 Минус 3 Урон не такой, конечно, конский Ну кто вернулся-то, я не могу понять Я думаю, надо лечить эту подругу Потому что она сейчас будет терпеть Ну а мимо, хорошо Так, барик вроде там как-то А, у неё сработала уже пассивка на 75 Вот и всё Что будем делать? Разворачиваемся на этих Давай Встаёт подруга Можно сделать высасывание жизни Давай сделаем так Базар, спасибо Надеюсь, не твоя Надеюсь, сегодня не твоя жизнь Не моя жизнь Не помешают нам Наслаждаться ты раны Удачи, чем андер Взаимно Взаимно надеюсь на этом Вроде попал Вроде вылечил Барик уже почти с нами Обессиливание, правда, на нём Но он, по крайней мере, может Во-первых, он может подлечиться Это раз Здесь, во-вторых, что Я бы покамбил на самом деле Или мы, наверное, электрошок ещё сделаем Вероятность очень хорошая Очень хорошая вероятность Она немножко вылечилась Призрачную Тоже высасывание жизни Так, ты отстрелялась Можем закамбить после стана Барик кое-как там Подлечился Но, наверное, стоит Сделать вот так вот Таунд Вообще забить на рейнджевика Потому что там сейчас все будут Ломиться на Атли И нужные защиты повысить И на себя сагрить Ну что, что, что у нас Оглушение двойное есть Фаерболл на троих тоже зайдёт Отлично, я считаю Давай-давай, таунс Так, ты отстрелялась, да, подруга? Пока ещё рано О, давай вот так Неселя по этим По трем Раз, два, три А сколько их будет? Фаерболл сейчас полетит Провокация сработала Ой, а вот это, наверное, я зря сделал Вообще-то Хотят Ауе успеем сделать Тут на себя рейнджик, пожалуйста Отскакивает Этот влетает Ну, фаерболл влетает Почти умер Наполовину здоров И я хочу сделать К-к-к-комбо По вот этому товарищу Поехали, раз Твоя задача Держать их в оглушении И продолжать Желательно вот этих вот двоих Надо подкидывать ту подругу наверх Падает один Ты оглушай этого упыря Нет, лучше этого его оглушить, если честно Подкидываем фугу Что ты делаешь? Так, все Раз Смотрите, три выстрела Двадцать пять Двадцать Левел ап у бобра Двадцать пять Ах, молодцы Комбы хороши Давай еще сразу вторую комбу делаем Здесь отталкиваем Здесь Пока что отражение Подсечка не сработала Увы Этого надо добить Этого подкидываем Нет, вот этого подкидываем Ого, они комбинируются Тридцать три, двадцать два Первое от удара Второе от дробящим При приземлении Ооо Поджигаем Этого мочи Бобер Бобер Тоже урон наносит Что еще можно сделать? Комус хороший Есть, убили героя Ооо, уже отлично все Хорошо, что их было четверо Представьте, я тут Не направил бы к ним Тут было бы, наверное, раза в два Больше народа Учитывая трупов Там пришло к ним Человека четыре И тут лежит человек девять Так Бу-бу-бу-бу-бу Еще один реген Раз откатился Повелитель огня У нас У меня были Full HP после левелапа Я сейчас мертвый Семьдесят три урона Какая-то грязь Резурект нужен срочно Не давая исцеления Еще Двойное Тратить ли бутылок Резурект Или не тратить Потрать, Миш Лучше потрать Честное слово Раз он может так Ваншотнуть Пацанов Вообще Ни разу не весело Поднимаю Как же он бьет Он серия ударов Восемьдесят два урон Так Поднимается наш друг Давай-ка этого Париоттаунтим Ты чуть влево Не хочу я спецспособность Сейчас тратить Которые А, она Рикошетит И по своим Тоже Полезная способность Так Комбо пошла Он камень кидает Это не такая жесткая вещь Провокация Провокация срабатывает Давай еще провокацию Для урона повышенного Жизни высасываем Да, это было неожиданно Очень Я Не думал Что Человек Фуловый Просто вот так Возьмет И уйдет Грейвен Аш Протенцет Не, давай лучше вот так Сделаем Не хочу я танка еще терять А минус танк Такая грязь Такая грязь Вроде пак Ты не такой Сложный Так ты нейтрализуй Лучше этого Того мы и так Добьем Двумя Добили Хорошо Но это было Больно Это было больно Это было очень неприятно Стражаться будет Немного Это делается Я не попадаю По ним огнем Видимо Как бы У них резисты Есть Я не смотрел Миша Вроде у тебя был Смайли Гендальфа Не одолжишь на недельку Да Велкам Конечно Используюсь Сколько Сколько душе угодно Справились Нам точно Нужен отдых Раны получены Опа Кожаный доспех Аллого хора Но опять же Он как будто Просто качество Хорошее И все Оставление Такой же 0,5 Мы собираем Да Один в один Просто Кожаный доспех Я пожалуй Заменю этой подруге Пусть она медленнее Кастует Но зато Не будем так часто Терпеть умирать Бутылочки Еще надо расставить Потому что Причем у мага Ой У танка У моего Бутылок То уже Маловато будет Только одна большая Скидываем 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 Чтоб не мешалось Грибочки Зелье Раскидываем И смотрим Что есть Что это такое Сигил Эмоций Хребет Печего крови К управлению Эмоциями Аксессуар Некоторые из круга Практикующих Колдовские искусства Считают Что кости Органы И жидкости Магов Обладают Уникальными Свойствами В империи Кайроса Вскрытие Магов Не приветствуется Даже если Не считается Вообще Незаконным А что за Посох Певчих Крови А что за Эмоции Вообще Это Видимо Навык Магии Управление Эмоциями Нет А это Как Возьми ты Посох себе С низким Временем Восстановление Так я взял Мне 2,9 А же Или ты Про эту подругу У меня нет Ну хотя я этот Посох могу взять Но у него Такое же Восстановление 2,5 Бажар поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей И сообщает Так Ну а это Так Чисто на пивко Спасибо базар Мы конечно За здоровый образ жизни Но иногда Жизнь Такая тяжелая Посох Есть ли у меня посох Давайте посмотрим Потому что действительно Выиграть пару секунд Было бы весьма неплохо Но Вот этот вот Быстрый посох Есть Восстановление 0,5 А вот этот Типа 2,5 Один на другой Заменил А второго Аналогичного Такого У меня нет Так я делаю Привал Точно Это еще один Магический сигил Там такие штыки Как я растягиваю Растрах Такой себе Понятно Табличка Заляпана грязью Исцарапанной И большую часть Написана на ней Вы прочитать не можете Однако там упоминается Новая Техника Переплетения А также Искусство магии Сохранения свитков Где? О, в ноге А это что такое? Сигил молний В управлении молнией Вот это Интереснее уже Так Кому у нас Могильный свет 61 У этого 84 Ну я не главному герою Этот сигила дам Потому что просто У него все В порядке А вот На десяточку Молнии апнуть Это хорошо Увеличивает шанс попадения Увеличивает шанс крита Все увеличивает Первый короле оплота Этот документ Описывает ранние дни Рода регентов оплота Среди списков имен И титулов Вы находите Историю королевы порчи Которая лишила Своего новорожденного ребенка Любых законных прав На престол Чтобы предотвратить Попытку убийства Событие Задало правовой прецедент Который существовал На протяжении столетий Возможно Кто-то Кого-то заинтересует Такая информация Тоже Похож на сайт квест И еще светящаяся книга Парирование знания Опнулись Найти оставшиеся куски пергамента Мне не говорят Сколько кусков Вы нашли две части Едите остальные Составьте их Но если ее ворвали То должно быть четное количество То есть 4 штуки Например Ох я переживаю Ой стоп Не переживаю У меня же ап Левел ап Я хотел Либо продолжать искусность Для увеличения точности Насколько критична точность Учитывая то Что я апать буду Через школу Навыки Элементальные Может имеет смысл Задуматься О доп. здоровье Например Или например Скорость перезарядки Способности Еще не накапят Да Это полезнее будет И у нас открывается Расширенный разум Число дополнительных Ячейк заклинаний Увеличивается Еще на две штуки Отражение заклинаний Тоже было бы Неплохо взять Поток силы Урон ледяной Фиговый Противники в области Вытягивания здоровья Из погибели Конус хороший Направляет поток энергии Через вас Ваш волшебный посох Нанося урон Всем противникам В конусе поражения Вытягивая здоровье Из погибели Замещает Магический конус Я его не могу Магический конус Он у нас Вот Так что Владения посохом Нет Мы берем Либо это Либо это Я учитывая Вот фиг знает Расширенный разум Или сейчас полезнее будет Мастер защиты От заклинаний Нет Расширенный Нет 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 Да И давайте составим Пару новых заклинаний На основе чего Сколько у нас Здесь по 3 Здесь тоже 3 То есть закрываем И выбираем Из Сигил мощи Попробуем Один у нас есть Передача силы И могучий прилив Ударный разряд Есть Могучий прилив Вот Ударный разряд Улучшенного штриха Сигил силы 2 Дистанция 8 метров Хорошо Бомбардирует цель Несколькими мощными залпами На большом расстоянии Атака упреждает цель И приводит в состояние Ошеломления Клево же 6 секунд Ошеломления Упреждение Радиус 1 метр Хорошо Если мы Говорим Об О ключе Как он называется Это господи Это какая у нас Школа вообще Управление силами 36 Вообще база Ну его можно Быстро выкачать Просто Сейчас точность Не акти какая Можно на старте Взять Накинуть точность Во-первых Область действия Даст мне скорее всего Метр Да Радиус 2 метра Но этого может Хватить Для того чтобы Расстояние Не нужно Увеличить Стандартно На 2 метра Длительность 12 15 секунд Давай Ауе Возьмем Назначаем Это заклинание И Что еще есть Еще есть Можно хил Дать На самом деле Сигилы Рвения Это Ерунда Урон Да Бафы Сигил Иллюзии Сокрушение Ума Сокрушение Ума У меня нет Чистый урон Оглушение Ошламление Прекрасная штука Тут как раз Напрашивается Длительность Но опять же Точность Урон Урон не сильно Апается Не в этом Смысл Радиус 4 метра Радиус Радиус 5,4 метра Давай Возьмем Так И можно Дугу Увеличить На 15 Но лучше Наверное Уже Чуть-чуть Хотя бы Артемьев 007 Поддержал Артемьев О, спасибо Слишком дорого Портвейн Вроде меньше Стоит Вообще Это одно Из самых Помню В студенчестве Было Доступных Не расслабляйся Михаил Сейчас только что Один товарищ Умер У тебя Просто Я стоял Причем Рядом С ловушками Заметил Капец У тебя Сколько Это не Барик Это вот У него Три раны Уже У меня Один Привал Остался Офигеть Исследование Магический Сигил В этих Записях Описан Процесс Создания Магического Штриха Можете Расшифровать Инструкции Если у вас Есть доступ В библиотеке Шпилей Нужного Материала А я могу Управлять Шпилем Так же Как и Короче Дистанционно Могу ли я Управлять Энциклопедия Заметки Биографии Задания Записи С�ни по всему Нет Хотя нет Вот улучшение Шпиля Выберите Область Чтобы посмотреть Сведения О действующем Эдикте Тиу-тиу-тиу-тиу-тиу-тиу-тиch Тиу-тиу-тиу-тиу-ти тогда заходи тогда сможешь понятно тут такой проход очень стрёмный через лаву я не хочу идти всеми поэтому прохожу одним смотрю что здесь ловушек боюсь два свитком тут стояли два элементаря о подождите тут же еще есть что-то на островок можно перебраться вот оно что михалыч атлетик нужна река лавы через перепрыгнуть через лаву и там сразу противники новые причем противники слушайте я не могу их сагрить и дистанционно там как-то расстрелять вот отсюда скажем я же достану давай знаток механики работаем можем все а там сами будут разбираться они можете да такая досада слушайте но это это проблема конечно что у вас там ближний бой переход удачи их нужным не огненным короче красных не огненным бьем если достану конечно тогда буду бить не огненным на ребята просто смиритесь это скилл ничего не надо говорить ничего не надо там не рассказывать просто скилл примите как данность ничего не сделать дробячий урон тоже сопротивление не так много ты постреливай постреливай пам-пам-пам-пам ложная бездна пам-пам-пам-пам подходи-подходи-подходи ой молодец давай сбили с ног а вот хорошо что зайдет о отличный урон я могу сказать что противники не очень сильные эти ну вы сами все видите насколько насколько они не очень шипят еще минус один а как ты туда все-таки пройдешь а я не знаю как я туда пройду но любом случае посмотрим на атлетику может кого-то есть у кого-то что-то может быть найдется мы найдем способ том случае сначала надо убить потом уже так еще минус один визейший и зейший просто враги ничего не умеют правда приходится выбирать заклинание которые подействуют но остался всего один из четырех добивайся добивайся все готово там наверняка какой-то интересный лут есть поэтому хочется попробовать пройти но кажется мне не хватит атлетики в принципе да что у тебя с атлетикой может из-за ран ты не можешь перепрыгнуть если мы атлетик 39 15 будет соответственно 40 ой 54 до 54 а тут сколько нужно 49 так я отдохну и типа прыгну последний у тебя привал межган последний ты не знаешь сколько тебе еще и тим в любом случае тогда лучше вернуться а трава на атлетику до трава на атлетику наверняка мне есть хотя зачем если опять же давайте привал сделаем жалко его фактически на одной ловушке запоролся просто прыгаем тут свиток собственно светлячки и вот это здесь должно быть что-то ценное опал и гранат уверены прям только только опал и гранат ну свезло так свезло что тут скажешь да да возможно стоит сейчас за припасами сходить потому что потому что рискованно внизу вижу трупы сражение опять еще одно спориться опа ловушка осматриваем силу time мне же еще может привал час выпасть они периодически появляются по мере продвижения по длинным левелом огонек три штуки огонек три штуки по хранилище что-то не увидел а нет она уже отмечены пойдем к ним четыре штуки там какой-то какой-то лутецкий есть эх не выстоит наш танк не выстоит это прям гадалки не ходим но учитывая то что у меня повелители огня ну людей с заклинаниями по огню много я пожалуй все таки все таки пойду в атаку их реально много тогда попробуем защита все таки кинуться для начала ну что барик барик вообще не пробить никого не может за зато у тите он вообще никого не может но что у них воля 121 но зато по ним просто попасть ладно тогда так а удачи щит повесили надо бобром подходить и делать давать а у ем самые разнообразные этой тоже подруге подходить давать а у ем раз они медленно так подползают медленно медленно огнем я буду задевать только а у них что еще эти по молниям резистент да придется придется делать и а у них комбинированный вообще этот же и огонь и ох огонь все равно прошел смотрите какой урон просто 13 20 13 10 и так по всем проходится это был кстати мне не тот скилл это был ее родной как назывался там могильный удар все таки я сделаю таунт не для того чтобы привлечь хотя на кого-то может подействовать а ради защиты барик держится молодец частично урон проходит нужен комбинированный какой-то вариант вот огненный ледяной тоже шар получается тоже по подходит под и а у ешечки а у ешечки дальше ну тут чисто электрический либо призрачная стрела давай стрелой пробивают они лихо но уже биты люди я вижу жду фаерболом хил на себя взрыв зашел рано я получил кажись да рано и уже есть призрачная стрела высасывание в хп шички поэтому скажем ты лечись и делать бобру этого старейся мы заберем может дробящий какой-нибудь или чистый урон сокрушение ума так сбивание сколько-то не то ошеломление вот может подействует я закончил стоп 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и добивает нашу подруга барик бьет боберчицка ставал не то горящая ладонь тогда силам твою налево как же они жарят а что комбо использовать хотя один умер осталось всего три человека бутылки нельзя взять так ты подлечишься бобер добивай вот этого упыря ты так я даже не знаю что делать себе танка бьешь там кажется взрывов просто про прошел вот в этом проблема давай комбы за привалами да наверное стоит так надежнее просто да ладно забей я справлюсь воздух убили одну так 2 убили последний тик приземляемся а нет 5 еще раз да и они взрываются они взрываются после смерти вот что нанесло основной урон фух так поднимаемся полутаем я чуть-чуть дальше пройду чуть-чуть аккуратненько чуть-чуть хотя это неправильно ни в коей мере последний кусок пергамента остался но надо переходить типа в новую локу вот сюда вот наверх там чоп-чоп у меня ранение и нет привалов поэтому я возвращаюсь домой поторговать бы еще может что-то скрафтить по веревке поднимаемся этого привала потратил на до того как зашел в библиотеку из-за двух боев сложных боев здесь вроде бы не должно быть ловушек просто возвращаюсь потому чтоб нет мы еще не встретили на входе так а здесь нет выхода случайно а то знаете сейчас выйду а там такая пати стоит улыбается не должно быть надо еще что-нибудь полезный там а в шпиле я смогу еще посмотреть на альтернативного танка это особенно важно учитывая то что барик он не может сопротивляться огню о привет бобра мэйдж возвращаясь пока в пить без приключений можешь честно нет людей когда зайдешь до шпиля они уже будет там так у меня тут ревоскат какой-то вершитель иди сюда и взгляни на это что-то я сомневаюсь подходите к барышнику и заглядывайте в ящик там полно барахла нет ничего интересного причем вы успеваете что-то сказать краем глаза вы замечаете что он тянется к связке колец у вас на поясе от весь топлив уху на он может с и виноватым видом одергивают руку прошу прощения вершитель старые привычки все такое мне просто любопытно стало сколько у тебя денег торговцы надо знать такие вещи прежде чем назначать подходящую цену верно пахун ревоск твоим услугам это достались кое-какие вещицы которые смогут тебя заинтересовать он выразительно шевелит бровями это бесчестно я посмотрю на твой товар на больше ё-моё щит вершителя судеб доспех ботинки превосходного качества все лучше чем моё барахло так я продаю те вещи которые мне точно не нужны пытаюсь хоть как-то ну драгоценные камни это наверное самое дорогое что у меня есть до 1 хватит денег на базовые покупки это это точно продаю вещи которые не представляют вообще никакой ценности и нужно купить посох по другим 76 бронзовых колец можно выручить покладка схлама может все смело продавать так что мне нужно мне во первых нужен доспех с минимальным восстановлением но хорошие в плане ну вот такое скорее всего доспех вершителя судеб у этого восстановление 05 ой какой 05 это вообще легкая броня это тоже легкая броня восстановление 05 у этого восстановления вообще нет никакого но он проигрывает по армору посох надо обязательно купить 2 если есть свиток сигил фазирование штрих им свиток материальной силы много свитков припас ё-моё перчатки чеки так какие меткость отражение урон всяко лучше отражение меткость урон но урон другой тут меткость главный плюс 9 что качество превосходное точность еще жалко не у посохов нет щит хороший но если сейчас откажусь я от танка щит не пригодится короче берем во первых доспех с минимальным восстановлением вот этот вот раз смотрим что перчатки вот шлем хороший точность отражения восстановление капюшон тоже восстановление хорошим и тут деньги закончились на сидела не хватит свитки бери да какое там сидел непосредственного воздействия светки содержится магическое выражение используем заклинание создающий ауру вокруг цели направленные действия по вектору вперед от заклинателя на множество на множественные цели ой 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 ось я еще поконструировать хочу содержится магическое выражение для заклинания показатели вооружения цели нет это не то хочу направленные воздействия это просто сквозь будет пролетать молния там огонь магический штрих заклин иллюзии состояние стать стазиса короче я выкидываю этот эту штуку и пробую сейчас на скрести надо на скребу уже на скрёб направленное воздействие беру а что за отражение магический стрих штрих снижающий получаемый целью урон пока ты используешь заклинание защиты отражение забей на этот армор он такой себе стасис бери стасис тадам 6 просто 6 может еще бутылок но покупать они довольно дешевенькие слабые изделия есть на самом деле что я так дорого продаю а бронзовый фалькс пофиг оружие просто хорошего качества продаем ну вроде все я могу даже взять тот же самый армор или что-то по короче что я взял по сути взял шлем и доспех посохов тут повторюсь нет то есть магом не увеличить можно еще этой купить более классный доспех единичка брони всего лишь поговори с атли может обучить так у нее уже отношения пока еще не топовые далеко а нет и нужно четверку кажется для того чтобы она давайте попробуем с ней поговорить действительно есть несколько вопросов погребом помоги нет а магии все-таки а погибели смерть из тени вышел я не вижу я этого варианта кстати может теперь барвик боится уважает на 3 откроешь новые комбо между ними и фугой нет погодите сейчас я разберусь что знаешь магическом сообществе нет о чем-то другом несколько вопросов это было о чем-нибудь другом текущие дела нет пройти дальше давайте сначала я поговорю вот с этой подругой посмотрю что это за танк я хочу драться с тобой нормально пора охотиться идем со мной я готова убираем танк оставим ее смотрим на восьмого левела на здоровье хорошо скорость хорошо сила неплохо 228 у нее хп сразу 228 совпадение не думаю безоружный бой развит парирование уклонения атлетика хитроумия причем естественная защита у нее есть плюс три к броне она не может носить армор никакой да ладно серьезно можно взять булаву но типа она безоружная безоружная такая да что по навыкам разоритель и титан так давайте разоритель посмотрим урон рубящий позволяет прыгнуть на ближайшего противника из режима скрытности на себя урон всем противников вокруг сбив с ног неплохая инициация живой крик ревет на цели оказавшийся в конусе пугая можно и скрытности так она еще по остался молодец ударов за базовую атаку 2 пока здоровье ниже 70 процентов дичь безоружный урон плюс 4 пассивочка и не нужны пушки плюс к опыту безоружный бой хитроумия обнаружен одноручное пробиванию брони безоружными атаками что у нее там по воле пардонте пока ничего ладно едем дальше безоружный урон плюс 7 безоружный урон плюс 11 безоружный урон плюс 14 а титан это типа дефовские вещи да здоровье ps1 за каждые 6 секунд пассивочка атаки из режима скрытности вызываются ли кровотечения дают долговременный исцеляющий эффект лещася до конца боя вкус крови а необузданная сила это первая ветка это видимо безоружные атаки а второе тут видите 15 процентов двуручно наручное оружие перезарядка рубящий атакует оружием всех врагов в конусе поражает толкивая назад достаточное расстояние начинает хромать хороший тоже контроль какая грязь о адаптация земля максимальный запас здоровья 15 и 50 процентов урона дробящий еще 15 минус урон ледяной минус урон электрический еще 15 процентов df такая ветка просто вниз кровавая яра снижению времени восстановления за каждый один процент недостающего здоровья а в процентах 05 окей то есть можно до типа 50 бонус крона за каждый процент недостающего здоровья тут все на дэмэдж вообще обе ветки такие они не нифига не сейфовый надо определиться мы безоружным будем или все-таки с с пушками воздушками бонус крона по целям под действием взбивания с ног урон при наличии ран штраф к навыкам от ран минус 50 процентов такая дикая усиливая дистанцию атаки дробящий ровно 7 способности таран треск костей давайте ультимейт посмотрим минута перезарядка дробящий урон x3 от основного оружия нависает над целью бьет ее двумя кулаками нанося дробящий урон сбивая с ног всех оказавшихся неподалеку противников а тут расчленение рубящий урон разрывает живот цель двумя лапами нанося рубящий или колющий урон зависимости от того какой высший вызываю жертвы кровотечения скилл таран еще про пропустил таран дробящий сбивание с ног быстрое продвижение в сторону противника который давит врагов на пути на себя дробящий он сбивая с ног ну и там апдейты по тарану урон x2 и дистанция плюс 4 чё брать я не знаю что брать вроде там и там хотя вот разорители уже выбрана обилка то есть я здесь выиграю плюс одно очко поэтому начну с него прыжок урон сбиваем с ног дальше ударов за базовую атаку 2 пока здоровье ниже безоруженный урон плюс 4 до животный крик ревет на цели в конусе пугая противники приходит в ужас да ладно давай урон далее еще урон хитрый у меня плюс 20 разящий коготь пробиванию я наверное экспу возьму и выбор между двумя навыками первое это пробивание брони безоружным дистанция ближнего бы плюс сто процентов длинным когти рубящие базовое значение бьет по всем врагам зоне поражить поражение упреждая атаки 20 секунд неплохая штука и давай вот так вот да еще два таланта меткость попадания плюс сто процентов пассивочка что увеличивать меткость попадания до 100 процентов при атаке из режима скрытности сарямба безоружный урон ориентировочно плюс 11 изменяет скачущая смерд добавляет модификатор крита и урон 20 процентов на 3 секунды всего длинные руки надо брать либо толстая шкура для тонка конечно толстую шкуру бы взять на сколько три брони и мне поможет ладно хватит грязь и так что тебе важно что тебе важно для начала смотрим что нужно для безоружного боя точность перезарядка способностей до точность вообще никакая перезарядка способности особо не нужно потому что я ее щас выкачал на половину пассивок можно хп конечно апать со второй свет ветки самый смог брать это раскачивать таран добавками корона пассивками на хп резист ясно броня у нее 6 давай доб здоровье пока возьмем единичку хотя бы а что за комбо у нас будут с ней небесный клинок подбрасывать вершителю воздух обрушиваться вниз на себя урон по области на короткое время получая бонус к урону смерть начинает бить кулаками в землю а дробящая у еда радиус 8 метров такая грязь я сейчас с новым танком буду разбираться знакомиться и нужно привалку а я привалку нет не при не купил я привалы здесь привал а да есть припасы припасы есть а вот денег нет серьезно не хватает бабла дожили было бы продай так а как мне отдохнуть здесь а привал он может бесплатно дать быстрота дает 1 и 5 без оружки и скорость атак быстрота 1 и 5 без оружки множитель до но с точностью 40 45 как-то даже идти страшно было на людей сверху кровать говорят действительно кровать тут бонус можно характеристикам получить отдыхаем и возвращаемся в библиотеку ой наврал говорит феликс а я даже не увидел что наврал я поверил тебе на слово если так бы жил все все время с таким купи привалы вроде макс шесть штук мне 4 штуки макс было а видимо юн оптимист играл не на максимальном уровне сложности полива какой у меня этот смотрите обезьянка обезьянка с двумя навыками табун комбо способность и одна обилка коготь который впереди себя бьет что-то что-то меня настораживает в ней что-то настораживает то ли в низкое количество хп то ли низкий сравнительно хотя нет урону не сейчас хороший я же до 11 взял безоружные атаки а какой у нее реально урон истинно так проходил сэйвами 34 ради сюжета каюсь совет и даешь тем не менее информацию не проверяешь урон 12 18 всего лишь то есть плюс 11 просто урона безоружной атаки а я не могу никак это так надо во первых одеться восстановление точность поехали нет это знание мне снизит давай лучше тебе шлемочок коп восстановление апнет восстановление апнет кому критичнее бобро критичнее но броню не хочу терять если честно ну ладно полсекунды восстановление это это приятно силу научина вот он как стать он же вообще нулевой 22 знания 15 хила правда хватит ему да не только хилу я попробую ему дать и базовые вот эти вот темы на нет ни на живучесть а вот до 40 конечно это не тот взял вот вот так вот вот так вот так 114 знаний у бобра это важно это важно потому что можно вот не мог ты знание единичка еще надыбать так бы урон напнули еще не мог видимо 120 вообще 130 я точность а что у тебя по школе огня вообще не у тебя у бобра 91 такую точность убираем просто точность с огня фаербольного убираем и накидываем хотя бы так урон готова так здесь 105 вряд ли 105 вряд ли соточка конечно-конечно-конечно-конечно 110 и 105 100 нет пока так разобрались ну кое-как вообще кое-как там подназначали что-то поделали покажи с каждым спутником чтобы открыть у них комбы с тобой я помню это это часы четыре часа потратил чтобы комбу вытащить из них из верности и страха то есть ты мне предлагаешь четыре часа увлекательного времяпрепровождение да пока мне хватает текущих комп более того я их не использую на попытайся приказать а ты научить тебя и маги приказать не получится потому что отношения с короче там ее уговорить можно благодаря верности а приказать вряд ли ё-моё я же реально сиделы не по не поизучал твою налево фазирование штрих фазирование на что вот силовой щит в течение 15 секунд то есть это на заклинателя если он использует вот каст кладется щит я за я вот с удовольствием как она распространяется только на ключ иллюзии получается да так ложная бездна что что мне от ложной бездны вообще нужно точно составляем длительность как там что что да как да вот не мог вот не твоя у е меньше давай так а это на врага и в стасис его а почему тогда единица урона присутствует силовой щит 125 так давайте прочитаем как работает штрих штрих позволяющий заклинанием тратуса и иллюзии погружать цель в состоянии стасиса меня сбил появление силового щита 125 в течение 15 секунд то есть он он его защищает посмотрим обновил в общем пару кастов но там и мне еще был один свиток направленного воздействия вот это бы еще посмотреть как работает это на такую еще насколько понимаю заклинание да вот он пошло-поехало выражение используемое для создания заклинаний которые перемещаются вперед по пути воздействует на несколько целей я попытаюсь сейчас вместо там горящей ладони только той же самой которой крайне редко удается использовать значит 2032 урон перезарядка полторы минуты эффекты линия противника волшебный огонь 10 метров направляет через поле боя поток огненных пут каждый захваченный ими противника получает урон и начинает гореть комбинирование бы я сразу же сделал для того чтобы и заморозка действовала точность мне не нужна больше я кажется ничего кроме расстояния кстати расстояние тут ключевое 10 хотя черт узнает он же в любом случае длительность я взять не могу урон пока взять не могу поэтому а по и только расстояние обновляем и посмотрим на заклинание молнии не воспламенение а именно электрошоки как будет работать сидел направленного воздействия шаровая молния мы ее уже видели у книга чеев начали создает она медленно медленно там создает электрическую сферу направляет на поле боя сфера перемещается медленно попав противника производится происходит сильный взрыв на селектрический урон всем оказавшимся полиции опять же врагам спасибо за активацию прямо тоже кд очень серьезный но заклинание видимо тоже серьезные по молниям у меня тоже вроде бы все хорошо 91 управление молниями соответственно можно не накидывать точность так вместо заряженного кулака тоже сделаем то есть попробуем макс урон вообще 33 44 и еще дистанция найс все заменили кулаки на на пламя и шаровую молнию у этой подруги здания не хватит чтобы дотянуться до до даже одной до одного штриха и так тебе сюда выносливость давай надо было у танка забрать всякие полезные вещи там и триньки были неплохие все аккуратно сейчас потому что танк новый непроверенный черт знает что вообще она может как нам будет работать заходим так оказались последним ну во первых мы вернулись первую локацию с которой начинали но открылся вот этот вот кусочек нужно найти последний четвертый четвертый кусок пергамента учитывая то что были ловушки уже парочка здесь не стоит торопиться проходим видим касторезом книгачей и алую фурию пойдем смертью общаться здравствуйте касторез как мило с твоей стороны пытаться ко мне подобраться в хорошо освещенной комнате он хихик и это показывает на вас ты вот здесь он смеется еще несколько секунд а потом резко останавливается в одном мгновении он переходит жизнерадостно веселого тон и к сердитому извини я наверное забыл что мне нужно смотреть другую сторону интересно как ты вообще собирался это сделать значит у нас тут новая кровь которая поддерживает огонь сомневаюсь что ты продержишься долго мужчина расплывается в широкой хищные улыбки и проводит языком по зазубренным зубам при этом он не сводит с вас взгляда как ты добрался ты добрался довольно далеко как тебе это удалось я очень надеюсь выбраться отсюда сохранив все конечности если цензор хотела чтобы чтобы это было сложно ей нужно было отправить кого-нибудь поэнергичней он пожимает плечами с помощью моих товарищей нескольких книгачев мы превратим соперников мелкий пепел и посыплем посыплем свои лица их поражением а если при этом найдем безмолвный архив то тоже неплохо так расскажи соревнований что-то знаешь безмолвным а при цикнига чем кто-то из вас хочет чтобы этот тип нашел бессмертный архив я например не хочу давай думаешь него чей могут меня отцепнуть он изучает вас беспристрастным выражением этому не бывает почему так уверен вот почему он говорит вот почему он смотрит на второго книгачей который сразу опускает глаза вел бы ты себя плохо если бы знал что тебе что тебе усыпят и как только ты всыпят видимо как только ты взбесишься он снова смотрит на вас книгачей знают свое место помогай и слушайся или умри расскажи мне про соревнования серьезно единственная важная часть условия это то что только одна группа выйдет отсюда живую мне есть отличная возможность развлечься уничтожая все остальные группы это идеальное место для засады в том зале есть часть пароля ну все сдает как как традиционный классический такой олдскульный злодей перед тем как тебя убить я расскажу тебе все мои замыслы если тебе если кто ее заберет им придется пройти мимо нас там даже есть книга чей с раненым опальным я просто даю им потомиться в собственном соку страх и кровь становится намного лучше на вкус когда даешь им настояться он открывает рот и облизывает зубы он псих я очень надеюсь выбраться отсюда сохранить все конечности понятно это уже было что же я ухожу он шевелит пальцами в шутливом в шутливом прощаний не беспокойся скоро мы увидимся то что даже не по не посражаемся так ну я лутецкий вы не не подвинетесь я тут опачки перчаточки для перчатки ерундовые здравствуйте что у нас тут у нас проход тут он и как грязь нормально так зашел вообще сколько ран получила подруга одну рану изи я не хочу проходить мимо них потому что во первых там ну давай тогда пошлем нашу нашу подругу более ценную но находит ловушки сможет увидеть шашу я ля 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 тратите энергетический цикл 2 новый штрих заклинания изучена опачки это что-то новое Перезарядку снижает Стрих уменьшающий перезарядку заклинаний Да, причем так значительно снижает Он либо фиксированный, либо Все-таки в процентах Кажется на 25% получается Ну да, вряд ли фиксированный Это было бы имбой Как же их много здесь, а? Я попробую исследовать Так аккуратненько сначала На предмет ловушек, лута и прочего А потом поймем Ооо, а может быть Нет, не похоже А это я на остров, что ли, смогу? Ребят, стоп Не надо Куда-то я могу спуститься Еще лутецкий Беру Ловушки и так и видно Смотри внимательно просто Я внимательно Зомбарь, ты что? Я Да Вообще не променюю Короче, я могу Пройти, но могу оказаться в окружении Возможно, стоит Сразу выяснить Отношение с косторезом Карабкаться Да, конечно Ты вернулся Полноценную Где можно развлечься Забавным Который заканчивается Резвым пальцем Расеченным Короче, я буду Хорошего дня Мы скоро увидимся Надо его просто мочить И все Я считаю Я так считаю Смотри, Кэнд Смотри, Кэнд Ну Ты что тут скажешь Пока их тут всего трое Считаю Надо просто мочить Просто берем И мочим И мочим И мочим Да ладно Не можешь, да? Ты меня расстраиваешь Нереально расстраиваешь Ну поговорим Давай с тобой Атаковать Я хочу, чтобы ты умер Сразу к делу Без прелюдий Это мне по душе Так, страх пошел Окей Так, а может Сразу начнем с Блин, даже таун-то нет Я же сейчас буду страдать Капец как Без таун-то там Таун-то-та-та-та-та-та-та-та-та Можно О, там народ-то много Там двое еще Приджойнились Может имеет смысл Чуть-чуть Хотя бы отступить Давай попробуем Ну потому что Вот те двое Один уже пришел Страх вокруг Как раз Он мимо прошел Уходим Уходим, ребята Уходим Тед Значит тактика Как попал Через стенку Читер Ближний бой Хромой Пошел Тебя Дефаем Работаем Так подруга Что ты можешь Ты можешь Практически все Начинаем Мочить козлов Поднимаем Опускаем Защита пошла Ой, вон смотрите Как Вот так Вот так вот Можно сделать Надо чуть-чуть Угол по-другому Взять А достанет ли он До Не достанет Вот так можно Дай попробуем Войнот Так, дальний бой Ты стреляй по этому Упыриум Опрокинул Молодец Оглушение Ты просто с руки бей Сто процентов Кстати, точности Потому что, видимо, лежит Алая фурия А тут остался, что ли? А, нет Косторез Это маг Он не Кастуем 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 Вроде ок 45 урона Как? А ты на кого-то Тоже на него Ну, давай Так делаем Ох, хорошо Удар Неплохой Хотя, там, может, это от огня пошло Это повелитель огня бьет Дальше Хил на себя Друг Вот есть вторая Аналогичная Билочка Тоже можно по-троим попасть Шаровой молнии Поехали Здесь было бы неплохо Их Мочкануть С заморозкой Желательно бы Попадем, попадем Заморозка, заморозка Волшебный огонь А, это, видимо, еще после Заморозка и волшебный огонь Сработали после первого заклинания Комбинированного от мага Знания единичку апнул Бобер Это значит, что у него 115 знаний Это значит, что он может Поменять там рунки Хорошо Кастует Кастует Все кастуют Все молодцы Единственное, что здесь нужно сделать реген Добро Далее Ты высасываешь жизни Хотя у тебя фулл хп Но это, по крайней мере, урон Какой-никакой будет Ты стреляй по дальнему Стреляй по дальнему Табун Нет, табун я зря сделал На любого, да, он прыгнуть может Лучше регенится, пожалуй Так, а почему бобер-то А, потому что у него комбо была И он ее Прервал, получается Шаровая пошла Кажись Шаровая пошла Ох, как она Да, 37 урона 22 По всем Там 20, 20, 40, 16, 22 Хорошо работает Хорошо Повелитель огня может Надо посмотреть Как работает Вот этот вот щит Ну, стасис Имеется ввиду Любопытно До него долетела Шаровая Очень плохо ему Так, ты по нему Бей Ты оглушай Того Сбивание с ног И кажется Едва задевая Возможно Это как раз Тут самый стасис И есть Так, тоже Оглушение Хорошо Работают Стараются Так Это лучше не делать Рикошет будет Призрачная стрела Хорошо Зайдет Взорвется сейчас Может хватит Не хватит Да там стасис Судя по всему Опять же Доложные Да, да, да Силовой щит Он не Не ален Его не пробить Никак Ну, он вроде Тоже не действует Сам по себе Поэтому Наверное Это справедливо Сбил Сейчас заклинание К сожалению Вводит врага Из боя На 15 секунд На атаковать его нельзя Я понял, да Очень полезная штука Конечно Учитывая то, что Два заклинания Таких в тебе есть На 15 секунд Выводить врага Если попадешь Конечно По нему Это Очень полезная Вещь Главное Опять же Чтоб Попал Так Ну его Сейчас отпустят Уже Наверное Стоит Стоит Уже Пробивать Его Лечимся Живут Еще Гады Я Лучше Давай Добивай Его Просто Просто Добивай Огненный шар Пошел Успел Выстрелить В самом конце Ну ладно Зато справились Танк вытанковал Заклинания Некоторые Проверили Ооо Доспех Превосходного Качества Кожаный Доспех Алого Хором Да Восстановление Но зато Броня Отражение Правда Танка Нет Надо кому-то Из магов Все равно Давать Перчатки Кожаные Хорошего Качества Эх Я понимаю Что будет Увеличиться КД Но зато Армор Возрастет Наверное Вот этой Магички Дам Все-таки Ах Они одинаковые В плане Восстановления То есть И там И там Штраф 0.5 Просто Это похуже По Серии Параметров Других На своего Стаси Скажется Нельзя Кастовать Бронзовый Кинжал Тоже Оружие Ненужное Получается Опа Опа Чуть не пропустил Схрончик Опа Посох Разгадывающего Штрафа нет По восстановлению Серьезного Это 0.5 Как раз То что нужно Этой подруге Что еще дает Управление Истощением Модификатор Крита Плюс 25 Процентов Оооо Это главному Герою я дам Но Стопе Во-первых С главного героя Бирает текущий Посох Он как бы Простенький Но главное Не дает Серьезный Штраф Этой подруге Ставлю этот Посох Вместо ее Родного И у нее Соответственно Меняется КД на 2 секунды Просто Раз То что я хотел Сделать Далее У нас есть Посох Дорогой Разгидающий Урон Ну Истощение Нет школы В принципе У У меня Насколько я понимаю Да Но в любом Случа Это плюсовая Тема Потому что Все начинают Кастовать Быстрее Очень хорошо Стоп А здесь Кто-то еще Был А ну-ка Лучше Вот Со Столпа Этого Начинать Поехали Нет Не там Так Лучше Общемся Топят Я же вам Дал Задачу Ребят Всем Дал Задачу В результате Он Бах Оглушение С руки На 21 Урон Конечно Серьезный Эта подруга Начинает Кастовать Значительно Быстрее Это Прекрасно Снова Оглушение Почему главный Герой Негр Ну он Повелитель Огня Он Как бы Как ты можешь Ты можешь себе Представить человека Который Работает с Огнем Но он Не Смуглый Это Поэтому Сделали Как Так Луки Плюс Единичка Почти Восьмой Левел Проходим Осматриваемся Вижу Двух Там Перевязывались Пацаны Перебираемся Ох Я близок Привет Это Опаленный Да Да Скованный Клятвой Это Никогда Не Кончится А Раненая Горько Смеется И смех Переходит В кашель Капли Крови Срываются С ее губ И падают На щеку Книгачия Перевязывающего Рану Скованный Клятвой Прости Книгачий Ты в порядке Немного Крови В такой ситуации Обычное Дело Только Сиди Тихо Хорошо Иначе Я не смогу Наложить Повязки Не хочу Чтобы Ты Истекла Кровью Спасибо Я ценю Твою помощь Учитывая Сколько Неприятностей Мы вам Доставили Оказывается Книгачи Не настолько Плохи Как Нас Вынуждали Верить Она улыбается И морщится Тут у нас Напасть на обоих Нормальное Начало Она смотрит на вас К полкам Книгачей Возвращается К обработке Ее ран Спасибо Милосердие Это последнее Что я ожидал Тут встретить Пока что мы Останемся тут Но как только смогу Выведу нас отсюда Но вот парни С той стороны Могут оказаться Проблемой Они ушли Путь свободен Отношения Сейчас с ними Улучшатся Я уйду Отсюда сразу Как только смогу Хотя нет Так и Куда мне дальше Спускаться Наверное вниз Нужно Вот по той Веревочной Лестнице В центре Зала Все Они Ничего Они там Перевязываются Миша Бабра На секундочку Знание Таки 115 Долгожданно Не томи Давай поглядим Что можно Накрутить Сигил Так там Только Минорные Изменения То есть там Не такой Прям космос Спускаюсь Здесь Я посмотрю Куда я тут Спущусь Это будет Центр Нижнего уровня Возможно Это тот самый Остров Но я на острове Не видел никаких А там Веревка Может появиться После как раз Нет Это вообще Нижний ярус Полку Полутай Говорят Рядом с ними Я взял полку Косяк Косяк Причем Мне говорили Про полку А я не взял полку Поэтому Заголопчиком Я пропустил Сейчас вернемся Спасибо С вашей помощью Видите Я ничего не пропущу А Она такая Она типа На нее Действовать нужно Она не подсвечивается Но Что последний Кусочек Да Неполный пароль Получили полный пароль Атли говорит Хм Теперь это похоже На чуть более полный набор чепухи И ты сможешь это прочитать Если нет Может лучше отыскать Кого-нибудь Какого-нибудь книгачей Выбить ответ из него Символы на странице Плывут под вашим взглядом То исчезают И появляясь вновь Вы продолжаете Средоточенно смотреть Пока наконец Не складываются В осмысленные фразы Самое важное Дверь на севере И для тех Лишь она творится У кого достанет На то воли Второй Второй Станет страсть Горящая на юге Словно вечное пламя Короче Дверь на севере Страсть на юге Вечное пламя Жизненная сила Для избранных Затем придет Запада Воплощение решимости И поведает Об истинной Тяге к знанию И напоследок Оглянись на восток И встань против тех Кто Возжелает Низложить тебя И достанет Сила твоя крепка Словно камень Использует Пергамент Чтобы попасть В безмолвный Архив Жуть Жуть Оооо Фуга Скоро Получит Восьмой У нее там Кажется Новая ветка Навыка Прекрасно Прекрасно Но на урону Пока не так много Наносит Свою роль Выполняет Конечно Инициации Там ловушки Так вот сейчас Ловушки Внимательно Ты не Так вяжу Испов Четырех штук Пять штук Рядом с трупом Они будут пробивать Они будут сильно Пробивать Знание 115 Да я в курсе Что знание 115 И что Там же не так много Их Шаровая молния Эть 120 Эть 115 Но точность Не нужна Так что Шаровая молния Не меняется Эта штука Не меняется Давай длительность Выберем Хорошо Электрошок Точность убираю Можем Снизить Восстановление Можем Апнуть Урон Апаем Урон Огненный шар С сиделом силы Вот это Важный момент Ложная Бездна Хотя Вот этот Штрих На силу Ложной Бездне Не так Нужен Скорее Нужен Как раз КД Снижать Учитывая То что Такой Контролящий Вариант Могучий Прилив То же самое Вспышка Пламени Точность Убираем Урон Повышаем Давай Конус Увеличим Ладно Так оставим Ну кое Кое Как Абы Абы Что Ладно Здесь у нас Резисты Когню К Ну комбинированными Темами Мы должны Пробивать Да И ловушка Еще Конечно Конечно Сейчас Можем Левел Кстати Апнуть На ловушке Нет Слишком Слишком Дорого Это все Там 5 человек Что делать Может Туда Шаровую Сразу Запулять Пусть Медленно Летит Не Долетит Потихонечку Потихонечку Подходим С угла Нас Заметили И Работаем Это Раз Раз Шаровую 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 Давай Шаровую Так вот Она пока Полетит Там Позадевает Всех Они Подойдут Это Первый Пошел Тебе Что Делать Сложно Сказать Сложно Сказать Пока Что Чуть Чуть Подойдем Ты Стой Пока Начинай Конус Работаем Так Выстрел Прошел Я Не знаю Как Как Поступать Буду Просто Пока Стрелять Мне Не хватает Кажется Обилок У Этой Подруги Агильщицы Шаровая Молния Пошла Дальше Делаем Наверное Надо Поближе Подойти Да Хватит Поближе Подошел Уже Надо Лечить Нашего Друга Танка И Я Сделаю Это Лучше Сапом Ты Отстрелялась Да Молодец Тоже Конус Делаем Там Ж Как Раз Они Огненные Да Огненные Значит А как Так Много Нанесла Повелитель огня А Это Шаровая Таким Образом Долетела Я Не Увидел Ее Вообще Эту Шаровую Молнию Как Она Достигла Цели Фарбольчик Нужен Сюда Пофиг Что он Часть урона Пройдет Мимо Ооо Испуг Пошел Ааа Вот это Плохо Это Плохо Может Комбо Сразу Да Все равно Испуг Будет Действовать Давай Ааа Я не смогу Сделать Комбо Потому что Испуг Хотя Нет Почему Я пока Могу Юзать Давай Попробуем Вдруг Получится Там Просто Три Человека Пугаются И Это Может Привести К Нехорошим Последствиям Все Взлетаем Попробую Этих Ударить Сейчас Будет Лечение Поднимаем Наверх Раз Раз Хил И пошли Тики Это Первый Это Халява Второй Минус Один Уже Это Третий Это Четвертый Еще Минус Два Давай Пятый Давай Потем Не попало Видимо Тип Тип Урона Такой Ну Халява Дешевая Согласен Я Вообще Не спорю Так Только Не Надо Вот Так Звел Фаербол Угненные Стрелы На Оставшихся Последних Только Проблема В том Что Это Привала Требует Штука А так Весь Шикарная Мишау Ты забываешь роль зверя С инвиза прыгаешь Сбиваешь с ног Да Инвиз Вот первая обилка Скачущая смерть Так и есть Я не использовал Эту обилку Ни разу И этом Очень плохо Там ранение Получил Ну ребята Давайте там Вчетвером Вчетвером Вы можете Я знаю Что вы можете Хватит Жалеть их Все Молодцы А то он там уже Замахивался Что-то планировал делать Так Там дальше Ловушка что-ли Тоже да Судя по Да Ловушечкам Скоро Скоро восьмой Скоро восьмой Жил Так здесь еще один свиток И девятый у танка Тоже скоро Пыльное послание Это послание Ответ адресованный Книгачей Ренате В нем содержится Просьба сделать важное Решение Касательно ее Будущего В гильдии Как-то еще не заметили Время есть Пока на глазок Не станет красным И не заполнится Что какое Блин Проверь новое выражение На других Кроме огня и молний Можно Но пока Меня эти устраивают Но проверить стоит Конечно Очевидно Книгачаев часто Использовали в качестве Посредников между Армиями Часто потому что Грейвен Аше Просто отказывался Работать с голосами Не рад Из-за давних ссор Не торопимся Смотрим Катсцена Ребята Типа я собрал Кусочки И могу открыть Там спуск Еще вниз Дальше Смерть из тени Зверолюдка Чешет подмышки Потом подносит Кончики Когти и карту И задумчиво Их облизывает Задрало меня Тут торчать Прочитай стихи Еще раз Мне кажется Все должно получиться Фуга говорит Не погодите Я сначала осмотрюсь Вон там Огненный хаос Уничтоживший Остальную библиотеку Какая-то Загадочная причина Не тронула эту комнату Свитки Лежат на неподвижных Стеллажах Выглядят совершенно Нетронутыми Сигил Зоны Влияния Еще один Сигил Новый По Ох Знание Плюс 90 Выражение Которое Используется Для создания Заклинаний Воздействующих На цели В пределах Определенного Круга Такая грязь Круг пошел Сразу 90 знаний Безводные земли Перезарядка Две минуты Раз в три секунды Пульсация Длительность 20 секунд Все противники В области Действия Утомления Восстановление Увеличивается На 25 Быстростность Снижается На 5 Пунктов Все Создает И поддерживает Зону Повышенной Температуры В указанной Области Противник Находящийся В этой зоне Постоянно Пребывает В состоянии Утомления Ну это Типа Дебаф На скорость И Скорость Атаки Скорость Перемещения А Стоп Это Во На саппорт Есть Восстановление Земель Союзники В области Действия 10% В течении 45 секунд Устраняю Случайно Негативный Эффект Это Круто Конечно Знание 90 Понимаете Чтобы таким Стать клевым Саппортом Но 11 пол То можно Такой Поставить Еще Улучшить Его Скажем Длительность Или Эффективность Да Лучшая Интенсивность 14 14 Процентов Ты Лут Пропустился На тропе Да Бывает Сейчас Свернусь Где Еще Может Действовать Только На этих Двух Да Я Поставил Конечно Но Какой-то Шибко Дорогой И Всего 14 Секунд Длиться Можно Апнуть До 17 18 Секунд А Нет Стоп Не То В принципе Все получают 10% На этот период И Еще При пульсации Как раз Раз в три секунды Устраняется Негативный эффект Вот в чем дело да это не хило баф на на хп баф на хп вместо чего мне тут все хорошие вспышку пламени пока пока похоронить или даже до целого лапа там будет два заклинания или я взял два заклинания кажется не будет двух заклинаний короче пока оставлю не хочу брать саппортящие спела разбивая заклинание атакующие да вот на трупе просто был господи сломанный шлем хорошо что не пропустил эту тему ладно пробуем а стоп 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 надо же вверх короче север-юг запад-восток до север-юг запад-восток очень сложная последовательность как бы никто так части света не располагал никогда в жизни свитки берем короче нам нужна библиотека шпиля нам суют всякие предметы интенсивно волшебный свиток извечная форма 2 это длительность дам длительность так мне нужно что-нибудь сюда такая свобода в конструкт конструирование заклинаний конечно все упирается в знание как тебе зверолюдка я ее не распробовал пока она просто бьет у меня с руки должны инициировать прыгать так тут подземелье вообще проходим аккуратненько аккуратненько привал есть если что с этим можно передохнуть потому что потому что мне комбы нет одной ключевой ираны есть что вообще здесь будет справа тупиковая скорее всего надо ее исследовать что выход вообще какой-то там просто переход куда-то может это на улицу может это вне библиотеки мы окажемся было бы неплохо но если бы я не пошел на привал тогда да все понял тебя это как раз шорткат на улицу хорошо он мне сейчас не нужен поэтому жаль для ближнего дальнего боя нет такой такого конструктора скиллов но почему у тебя сидел же есть range или для ты имеешь ввиду или совсем понимаю опа красота какая вот он я не помню что это свиток это знание вот эти вот ешки матрешки добрый день надо было привала делать пять человек я без ульты цензор молодец вершитель хотел ты этого или нет но сыграл в мою игру безупречную она энергичными шагами подходит вперед и нетерпеливо смотрит на открытый зал и отправляла этих идиотов сюда в пекло месяцами не добилась никаких результатов а ты совершил невозможное за какие-то часы она приостанавливается задумчиво почесывая подбородок наверное мне не нужно удивляться что ты пробрался через этот барьер что пробраться через этот барьер помогла грамотность учитывая где мы находимся мои люди не смогли бы отличить прилежную почерк от того что курица лапой написано на пожимает плечами урок усвоен все равно тела дешевые жаль что твои таланты больше не нужны голосом она качает головой продолжается очевидным разочарованием у тебя талант беспощадности знаешь ли но твоя полоса удач закончится здесь твое тело присоединится к телам книгачеев на алтаре подумать только какая мощная магия понадобилась чтобы сохранить этот свиток это даже забавно если подумать если смогли остановить разрушение сдать они смогли остановить разрушение здания но не смогли остановить и дикт как и алый хор они только принесли себя в жертву ради клочка пергамента который все равно утратит я имею ввиду конструктор скиллов да но это сложно было бы ты заклинаниями не разберешься там еще скиллы все прописывать я думаю на сегодня хватит ну что я сейчас могу гуфнуться вообще изи прошло три четыре с половиной часа этому хватит на шестую часть поэтому за сим прощаюсь с вами всего хорошего увидимся завтра вечерком на трансляции по сайту меняемся к лучшему поменялись к лучшему постоянно меняемся к лучшему поэтому если у вас есть предложение завтра будем обсуждать новую версию сайта текущий стрим марафон следующий сезон стрим марафона изменения в нем новый формат поэтому приходите или или не приходить а потом создавайте тему на форуме о том что нас не предупредили кто так делает в общем выбор за вами хорошего вечера пока